Эдуард Успенский, красная рука, черная пастыня, зеленые пальцы. Страшная повесть для бесстрашных школьников. ЧП в пионерском лагере. Однажды в конце июля в пионерском лагере под Голицыном нашли задушенного мальчика. Он мог спать, как и все другие ребята, в палате на 22 человека. Но утром не проснулся, не побежал на зарядку, как все, а остался лежать в своей кровати в углу, тихенькие и дохленькие. Вызвали милицию, милиция начала спрашивать, кто заходил в палату, кто залезал ночью в окно, с кем был в ссоре задушенный мальчик. Оказалось, что в палату никто не заходил, дверь была заперта на ключ, в окно никто не залезал, так как оно было на втором этаже и задушенный мальчик ни с кем никогда не ссорился, а был тихий и бесполезный. И еще он был какой-то запуганный. Все люди на территории и взрослые дети ходили грустно и подавленные. Начальник лагеря говорил следователю Зеленогородской милиции капитану Матвиенко испуганным голосом. Вы можете над мной смеяться, но я уверен, что это красная рука. Кто-кто? Спрашивал хитроглазый и толстый капитан. Какая еще красная рука? А такая, которая прилетает по ночам. Никогда не слышал глупости это. Никакие не глупости. Я 20 лет работал начальником лагеря и в Артеке был и в Орленке. И еще кое-где и много раз слышал, что ночью в окно стучится красная рука, а потом залетает в палату и кого-нибудь душит. А еще есть черная простыня. Она набрасывается на ребенка, закутывает и дает дышать, пока он не убрет. И это не знаете, да? Не знаю, ответил Матвиенко. А еще есть зеленые пальцы. Они защекачивают до смерти. Знаете, что перебил его высоты капитана? Я уже не в том возрасте, чтобы сказки слушать. Да и никогда мне. Но вот у меня сейчас студент один есть на практике. Он юрист, будущий следователь. Витя Рахманин. Я его к вам подошлю, вы ему все и расскажете. Договорились? И он пошел дальше заниматься делом. Снимать пыль с подоконников, спрашивать свидетелей, осматривать задушенного мальчика. Практикант Рахманин явился на следующий день. Товарищ начальник, я вас очень внимательно слушаю. Рахманин был высок ростом, плечис как шкаф, очень легок в движениях. Директор походил по своему летнему кабинету и спросил. Вы смеяться надо мной не будете? Ни за что? Ни при каких обстоятельствах? Тогда слушайте, это случается почти каждое лето, то в одном, то в другом лагере. Вдруг мальчик пропадет, вдруг найдут девочку без дыхания, ищут, ищут, кто это сделал, и не находят. А ребята потом рассказывают, что над лагерем летала черная простыня, что она пыталась пролезть в одну палату, потом в другую, но ее спугнули. Или говорят, что видели красную руку, летавшую за окном, она страшно и светится. Когда начальник говорил черная простыня и красная рука, он произносил эти слова с почтением, как если бы говорил верная рука друг индейца, или, например, соколиный глаз. Интересно, сказал Рахманин. А знаете ли вы историю про красное печенье, или про красное копыто, или про гроб на колесиках и хозяина кладбища? Никогда не слышал эти прелестные истории. Не очень-то они прелестные, грустно отметил начальник, и как мне кажется, все они из одного чемодана. Расскажите хотя бы одну, попросил Рахманин. Пожалуйста, какую? Про гроб на колесику. Хорошо, слушайте, жила была девочка у мам. Однажды она осталась одна, и вдруг по радио передают. Девочка, девочка, гроб на колесиках, выехал с кладбища, по улице ищет, прячься. Девочка испугалась, не знает, что делать, мечется по квартире, хочет маме по телефону позвонить. А в телефон говорят, девочка, девочка, гроб на колесиках, нашел твою улицу, он твой дом ищет. Девочка пугается страшно, все замки запирает, но из дома не убегает, дрожит радио, снова передает. Девочка, девочка, гроб на колесиках, твой дом нашел, в квартиру едет и так далее. Короче, когда мама домой приходит, она находит девочку неживой, только во рту одно колесико какое-то. Как вам это нравится? Мне это совсем не нравится, сказал Витя Рахманин. А вы верите в то, что я рассказываю? Конечно, ответил Рахманин. Есть такое правило во время следствия, верить всему, что говорят, а потом надо проверять факты. Только вы об этих историях больше никому ни слова, чтобы нам с вами однажды не проснуться с колесиками во рту. Или с рукой на шее, шепотом добавил начальник. Послушайте, спасибо, Рахманин, но если красная рука светится, ее же люди должны замечать, сколько людей ночью по лагерю-то бродит. И сторожа, и вожатые ребята, которым в туалет приспичило, он и собаки есть у вас в лагере. Я и сам об этом думал, сказал начальник. Может быть, эта рука не всегда светится, только когда, когда, когда на дело выходит, то есть уже у самого окна, она при этом не раскаляется, не знаю, кажется, нет, по крайней мере, ожогов на шее у жертвы обычно не бывает. Ладно, сказал следователь-практикант Рахманин, я должен сперва все обдумать и составить план. Завтра я к вам обязательно зайду, мы с вами нанесем на карту все такие случаи и узнаем, где эти силы гнездятся. И у меня наверняка возникнут новые вопросы. Новые вопросы не возникли, когда Виктор Рахманин пришел в Киомирский лагерь на следующий день. Ему сказали, что начальник утром не проснулся. Он был задушен красной рукой. Дети и родители покидали лагерь. Первые шаги Рахманина. Рахманин пулей полетел в Зеленогородскую милицию капитана Матвиенко. С порога он спросил, что мне теперь делать, какие будут указания. Какие же? Заниматься этим делом капитан уже все знал. Красной рукой, товарищ капитан, и черной, и простыней, и другими. Товарищ Анатолий Петрович, но ведь это же бред. Для обычного сотрудника милиции это бред, согласился хитроглазый капитан. А для студента-практиканта это замечательная возможность проверить сумасгробную идею, фантастическую версию. Так что действуйте, проверяйте. Гадим уже допроверялся, хмуро подумал Рахманин. Получил гроб на колесиках. Он на секунду представил себя самого всего в цветах рядом с начальником лагеря. Но спорить и отказываться не стал. Он вышел на залитый солнцебор из Зеленогородской милиции и, меряя его длинными и сильными ногами, рассуждал. Капитан говорит, что это будет проверка версии. А версии-то у меня нет. Сначала надо ее составить. Итак, чья это рука, чьи это пальцы и кому принадлежит эта чертова простыня. Он шагал, шагал и шагал. После того, как он прошагал по двору, по крайней мере, от Зеленогорода до Нарафанинска, у него возникло несколько версий. Точнее говоря, три версии. Первое. Красная рука, черная простыня и зеленые пальцы – это пришельцы из космоса. Может быть роботы, может быть инопланетные существа. Они убивают детей либо из научных целей, либо из военных, либо из энергетических. Версия вторая. Эти существа – представители дьявольских сил, так сказать, руки дьявола, фантомаса. Они убивают детей из соображений религиозных, допустим, будущих праведников, будущих крупных деятелей церкви, которые могут нанести большой урон дьявольщине, человеческим порокам. Версия третья. Это какое-то случайное порождение, случайные сгустки материи, живущие сами по себе, каприз природы, наделенные случайным разом и случайными задачами. Так или иначе, первонаперво надо собрать статистику. Со статистики начинается любая научная работа, любая научная статья, любая маломальски серьезная диссертация. На этом поход Зеленгород на Рафанинск, Зеленгород по двору зеленогородской милиции был закончен. Сбор сведений. Внимание, внимание, в эфире пионерская ролика. Продолжаем нашу передачу. Переходим к вашим письмам, ребята. Ребята из города Юрьева, Польского, прислали нам такое письмо. Дорогая редакция, в день сбора металлолома наши мальчики собрали огромное количество этого металла, чрезвычайно нужного стране. И весь этот чрезвычайно нужный металл уже два месяца рожавеет на площадке перед школой. Уже два младшеклассника подвернули на нем ноги, и туда постоянно закатываются шарики от пинг-понга. Просим нам помочь. Так вот, наш корреспондент побывал в Юрьеве, Польском, и сам увидел эту картину. Представители вторчер-мета города объяснили, что металл в основном состоит из крупногабаритных труб, увеличенной длины 20 метров, что вторчер нет, не имея транспортных средств, позволяющих отвести эти ценные изделия на переплавку. Спрашивается, откуда же в городе появились эти трубы? А вот откуда? В Юрьеве, Польске, Юрьеве, Польске проводили природный газ. И труб в завезде немного больше, чем полагалось. И добросовестные строители разбросали лишние трубы и обрезки по всему городу. Наш корреспондент позвонил в соседний город Симы. Кстати, в этом городе находится могила Великорусского полководца Багратиона. И председатель городсовета товарищ Уксов сказал, что негде надо берет все до одной трубы, так как они совершенно необходимы для газификации Симы. А взамен пришлет ребятам из Юрьева, Польского, компьютер, роботрон, изготовленный в Германской Демократической Республике. Переходим к следующему письму. Нам пишут мальчики-елочки из средней школы села Учинцы Переславского района. Мы еще в пятом классе завели на пришкольном участке корову. Сейчас мы заканчиваем школу и хотели передать корову ребятам из 9 класса. Они говорят, не надо нам вашей коровы. Как нам быть? Отмечаем. Дорогие ребята, когда вы заводили корову, вы были совсем маленькими. И вам было интересно самим выращивать такое ответственное животное. У ребят из 9 класса, наверное, сложились свои, другие, интерес. Попробуйте предложить вашу корову младшеклассникам. Нам кажется, они с удовольствием в нее возьмутся. А если они откажутся, передайте, пожалуйста, вашу корову к Ирикшанскому детскому саду, детскому дому. Мы уже говорили по телефону с директором этого дома, Александром Павловичем Малако. Он говорит, давайте, так что давайте его. И последнее, третье письмо пишет нам Рахман Викторов. Его письмо оказалось настолько неожиданным для нас, что мы долго не решались передать его в эфир. Дорогая редакция, в нашем дионерском лагере было страшное событие. На нас напала красная рука. Она задушила одного мальчика, а на другой день она задушила начальника лагеря. И ее не поймали, и не наказали, а в соседний лагерь прилетала черная пастыня и задушила там другого мальчика до смерти. Скажите, а к вам прилетали красная рука, пастыня, если она задушила кого-нибудь, дайте его адрес. Давайте делиться опытом. Дорогие ребята, что можно ответить Рахману Викторову? Прилетал ли к вам кто-нибудь? Напишите нам, а мы передадим письма этому любознательному мальчику, пусть он успокоится. Но успокоиться любознательному мальчику не пришлось. Письма, которые передали Виктору Рахманину из редакции, отнюдь не напоминали успокоительные паблетки. Письма, пришедшие в пионерскую зорьку. Дорогая пионерская зорька, ты спрашиваешь, прилетал ли к нам в лагерь и душил ли кого-нибудь? Кто? Я должен тебя огорчить, к нам в лагерь никто не прилетал и никого не душил. К нам только приезжал писатель Ляпин, и нам сказали, кто будет себя плохо вести, останется навстречу с писателем. Твой постоянный друг Андрей Кочев. Много о себе, я учусь в 7 классе, до свидания. Дорогая редакция, ты спрашиваешь, была ли у нас красная рука? Да была и не одна. Мы были в пионерском лагере под вышним молочком около кладбища. Мы ночью спали. Один мальчик, как, закричит. И мы увидели, что над ним летала красная рука, она светилась. Мы все тоже закричали. Рука подлетела к форточке и убежала. С ней был маленький ручонок. На другой день мы позвали спать в палату лажатого, и рука больше не прилетала. Твой постоянный слушатель, Саша Шпия, город Торжок. А еще над нашим городом видели летающий желтый глаз. Здравствуй, пионерская зорька. Я живу хорошо. Ты спрашиваешь, не прилетала ли к нам красная рука? Я про нее ничего не знаю. Лучше я тебе расскажу про красное пятно. У нас в городе одна семья получила новую квартиру, а там было красное пятно на стене, его не успели замазать. И вот утром девочка видит, что мама ее умерла, а пятно стало еще ярче. На другой день ночью девочка спит и чувствует, что ей очень страшно. Вдруг она видит, что из красного пятна высовывается рука и тянется к ней. Девочка испугалась, написала записку и умерла. Потом пришла милиция и ничего не нашла. Один милиционер выстрелил в красное пятно, и оно пропало. А потом милиционер пришел домой и видит, что у него на кровати на стене появилось красное пятно. Он ночью спит и чувствует, что кто-то хочет его задушить. Он стал стрелять. Прибежали соседи, видят милиционера лежит задушен. И никакого пятна нет. Практикант Рахманин подумал в этом месте. Ничего себе, вот ты милиционер-то игрался. Кстати, она на практике положена выдавать пистолет. Но ведь тоже милиция. Он стал читать дальше. Так что, дорогая редакция, присылай к нам корреспондента. У нас есть город об этом знает. Вы все запишите на магнитофон, и это будет интересно всем ребятам. Я Леша Яковлев из Покровска. Следующее письмо было про красное печенье. Дорогая пионерская зорька, мы хотим рассказать тебе про красное печенье. Нам очень страшно про это рассказывать. Мы сейчас в деле, мы в это все не очень-то верим. У одних девочек была мама, а папы не было. И к маме часто приходили в гости. Они с мамой веселились, всю ночь уходили. А дети ничего этого не помнили. Потому что им вечером мама давала красное печенье. И они все забывали. И еще у них было пианино красное. Однажды они играли на пианино. Нажали кнопочку, пианино отъехало, и открылся ход. Дети туда спустились. Там был подвал со светом. И там сидели дядьки без голов. И красное печенье делали из их мозгов. И тогда все забывалось. Дети позвали милицию. И она всех арестовала. Дорогая пионерская зорька, расскажите об этом по радио. Чтобы ребята не боялись. Мы не знаем, в каком городе это было. Пожалуйста, не называйте наши фамилии по радио. Муравьё Фалик, Сердюкова Оля, Маслова Валя и Глазырина Катя. Было и такое письмо. Дорогая редакция. Исполни для нас наш любимый песню. У московских студентов горячая кровь. Группа вампира. И такое. Зачем вы морочите голову нашим детям? И только пугаете их. И наш лет и так хватает ужасов. Всяких нитратов и радиации. А на расследок я скажу, только не для детей, а передайте это учёным. Что у нас в городе очень часто видели голову зелёного козла. Она заглядывала в окна. Она размером с корыта. Но некоторые утверждают, что это не голова зелёного козла, а летающий зелёный череп. Если учёные заинтересуются, я укажу людей, которые точно это видение видели. Уполномоченный райкома на пенсии Куценков Андрей Андреевич. Город Лихославль. В последнем письме рассказывалась история о стеклянной кукле, которая водила девочку, свою хозяйку, в подземный город и грозила девочку убить. Но письмо было написано таким дурным и кривым почерком, что кроме отдельных слов и полупредложений выводить оттуда ничего было нельзя. Продавцы сказали, что это образец. Девочка несколько дней просила куклу, принесли. Она вышла из шкафа, большая, целых три корявых и непонятных строки. Запасные части из дерева, то ли из детей. Девочка испугалась, умерла, лани разбилась, исчезла. По штампу Рахманин понял, что письмо из Калининской области. Со всеми этими письмами Рахманин пришел к капитану Матвиенко. Вот посмотрите, кажется, все проясняется. Капитан прочитал письма, что-то в них подчеркивает, а там нашел бы сказал. Боюсь наоборот, кажется, все затуманивается. Что бы ты хотел предпринять? Командируйте меня в Покровск. А что мне написать в командировке? Спросил Матвиенко. Командируйте для задержания красной руки? А почему бы и нет? Потому что меня и так за ненормального держат, сказал Капитан. Меня только высокий процент расковаемости и спасает. Не хватало мне теперь дела против красной руки возбудить. По подозрению в убийстве. Ладно, мы по-другому сделаем. Там комиссионный магазин есть. Вот мы и пошлем тебя посмотреть. Не проходил ли по их бумагам серебряный самовар из имения Апраксины? Мы его уже полгода разыскиваем. Понял? Уразумел? Вот и поезжай. Покровская правда. Покровский Рахманин первым делом зашел в местную газету. Кто у вас тут заедут отделом происшествий? Никто. А молодежным отделом? У нас такого дела нет. А с кем можно поговорить из начальства? С ответственным секретарем, с Катериной Ивановной. Вы ее знаете? Сказала рыжая девочка-машинистка. Ее фамилия Варич. Катерина Ивановна очень обрадовалась москвичу и сразу сказала. Зовите меня просто Катя. Хотя ей было заметно ближе к 50, чем к 30. Рахманин показал ей письмо в пионерскую зорьку и спросил. Что вы об этом скажете? Да, у нас весь город об этом говорит. Мы даже заметку об этой истории приготовили. Напечатали? Нет, ответила Катя Варич. Секретарь райкома запретил Иванцов. Почему? Он сказал, у нас с картошкой в этом году скандал. Нам только еще красного пятна не хватало. А что, большой скандал с картошкой? Обыкновенный. Никакой картошки. Можно заметку прочитать? Если я найду. Только особенно об этом не распространяйтесь. Она прорвалась в ящиках стола и протянула Рахманину к гранке. Рахманин с интересом начал читать. Трагические происшествия в Никольской слободе. Издавна дурной славой пользуется старое Никольское кладбище в нашем городе. Еще в старых летописях сообщалось, что иногда с кладбища доносятся страшные крики. И там мечутся красные огни. Недавно семья Крючковых получила новую квартиру в Никольской слободе. В старом доме. В доме, перенесшем капитальный ремонт. Семья Крючковых составила из мужа и жены, рабочих. Больше хима. Причем муж был начальником участка микропленки. Это была обычная садовая семья. Каких тысяч в нашем городе. Они стояли в очереди на жилье много лет. А до этого жили в обычном коммунальном бараке. У них были девочки. У них были девочка Люся и сын Вася 10 лет. Когда семья переехала в новое жилище, Наталья Николаевна, жена семьи Крючковых, первая обратила внимание на большое красное пятно на стене. «Смотри», — сказала она мужу. «Подумаешь», — ответил он, — «строитель бутылку и на проливе». Однажды утром, через несколько дней, Николай Николаевича нашли на кровати убитым. Он был мертв и чрезвычайно бледен. А пятно на стене стало еще ярче. Многие утверждали, что он пил каждый день неизвестно что, и это свело его в могилу. Но чего не скажут злые языки про человека, который работает на большом химическом предприятии и имеет доступ к спирту. Девочка Люся рассказывала, что видела, как ночью из красного пятна высунулась рука и долго думала, кого бы задушить потом напало на главу семьи. Через некоторое время та же судьба постигла мать двух сирот. Сын Вася говорил соседям, «Мама и папа часто пили по вечерам, мы шатались. Однажды ночью из красного пятна высунулась красная рука и стала трясти маму. Наутро она умерла. Я очень боюсь красного пятна». Пятно, по утверждению соседей, с этого дня стало еще ярче. Через некоторое время это пятно перекочевало в квартиру следственного работника Василенко, который проводил осмотр квартиры Крючковых. А еще через некоторое время он тоже трагически погиб в своей постели. Просто его гибели пятно исчезло. Соседи утверждали, что видели красную руку, вылетавшую из его окна. Хотелось бы, чтобы представители науки и милиции занялись этими чрезвычайными происшествиями, которые буквально потрясли наш город. Дети помещены в Терекшанский детский дом. «А что еще об этом говорят?» – спросил Рахманин Катю Варич. «Что это пятно не оставляет живых никого, кто его видел, что он выпивает всю кровь, что там, где бывает пятно, всегда видят зеленого человека». «Какого еще зеленого человека?» «Такого, как тень». В общем, всякую чертовщину говорят. «А где это ваше Никольское кладбище?» «Прямо против большихима. Его собираются сносить. А где у вас городская милиция?» «От нас через два дома налево». «Спасибо», – сказал Рахманин. «И последний вопрос. Где здесь комиссионный магазин?» «Он чуть дальше милиции. Только там ничего нет. Одни старые самовары». «Мне как раз самовары и нужны», – сказал Рахманин. «Вложил их в рамки, в записную книжку, попрощался и вышел на узкую, сверкающую по беленными домами главную улицу. Самовар волновал его только для параформы». «Пойду в милицию», – решил он, может быть, там кто-нибудь есть из Московского университета. В милиции не было ни души, как при коммунизме. Тогда Рахманин зашел в комиссионку. Он долго осматривал самовары за самоваром, каждый раз приводя в ужас директрису магазина товарища Мыльникова. Искомого самовара даже близко не было. Рахманин начал копаться в документах, проходил ли где серебряный самовар по бирже из усадьбы Апраксиных. Дело было затяжное и неприятное. Он сидел и добросовестно выключал бумаги. Его удивило одно обстоятельство. Несколько раз по ведомостям проходила старинная пианино фирмы Блютнер. Почти каждый год его покупали и снова продавали через комиссионный магазин. — Простите, как вас зовут? — спросил Рахманин. — Светлана Ильинична, — ответила Мыльникова. — Светлана Ильинична, а что это пианино дважды в год продают? Может, оно бракованное, со скрытым дефектом? — Вот точно, — сказала Мыльникова, — со скрытым дефектом. В какой дом не попадет, одни неприятности приносит. А где оно сейчас? В магазине случайно? Можно на него взглянуть? Слава богу, сгорело. Вместе с дворцом культуры. Какие же неприятности оно приносило? — Да какие хочешь. Купил его председатель Гороссовета Дикой. Через месяц у него сына за торговлю и кронами посадили. Рахманин только поделился связи между этими совершенно отличными событиями. А потом мы его самого сняли, — продолжала Светлана Ильинична. Купила его перевертого из потреб к операции. Так на нее письмо пришло из злодимира, что она половину товаров на рынке налево продает. Посадили? Как вам это нравится? Мне это никак не нравится, — ответил Рахманин. Чтобы поддержать разговор, хотя в глубине души он явно одобрял действия пианино. Чем больше жуликов будет посажено, тем лучше. — Поэтому бы пианино, — подумал он, — в пору погоны приделать и звания давать. Например, пианин-лейтенант. Но оказывается, пианино доставляло неприятности не только социально недостойным людям, но и честным. — Начальник милиции его купил, — Селезнев, — продолжала Мыльникова. Так он в аварию попал. А уж такой был человек хороший. — Не думаю, — возразил Рахманин. — Откуда у хорошего человека деньги на старинное пианино? У честного человека и оклад честный, небольшой. Да к тому времени эта пианино копейки стоила, и его никто брать не хотел. Оно у нас в магазине в последний раз трижды уценялось. А наша сторожиха тетя Поля без пол-литра на ночь ни за что не оставаться не хотела. При этом пианино, пока мы его не продали. Это-то почему? Потому что на нем по ночам белые перчатки музыку играли. Какие белые перчатки, — удивился Рахманин. Откуда они взялись? — Пойди, узнай, — сказала Мыльникова. То ли в окно прилетали, то ли внутрях прятались, только играли старинную музыку, в основном травмную, какую-то черную музыку. — Странно, — произнес Рахманин. — Конечно, странно, — согласилась Мыльникова. Ей, безусловно, нравилось, что милиционер-плакникант отошел от самовара на торговой темы на суеверно бытовую. Уж после Селезнева-то это пианино вообще и отказались покупать. Вот его по безналичному расчету и продали в ДК. Рахманин поделился такому странному обстоятельству продажи товаров безналичному расчету через комиссионный магазин, но вникать не стал. За этим приехал. Если уж эта социальная разоблачительная пианино не стала карать Мыльникова, зачем Рахманину вмешиваться в ее безналично-комиссионные дела? Он поблагодарил директрису и пошел в милицию отмечать командировку. В милиции уже гудел народ, дежурный лейтенант Малиниченко отметил ему прибытие и спросил. — Надолго? — Не знаю, как получится. Скажите, а есть тут у вас кто из Московского университета? — Я из Московского университета. — Как тебя зовут? — Валерий. — А меня Виктор. — Слушай, что ты об этом думаешь? Он протянул Малиниченко гранки и письмо в пионерскую зорьку. Малиниченко обстоятельно, как все милицейские, стал читать. Прочитал еще раз, пробежал глазами и сказал. — По-моему, ерунда. Я в детстве много слышал в таких баре красная рука, черная простыня. Сейчас еще летающий шприц появился, наркоманов убивая. — Люди по своей темноте верят в вас что угодно. — А ты по своей темноте ни во что не веришь? — раздался в руку еще один голос. — Оказалось, что в дежурке был еще один милиционер. Он был толстый, но не противной такой толстотой, а младенческой, пухловатой. И еще он был черняв и ироничен. — Я тоже из Московского университета. — Дайте мне почитать, что вы ему давали. Он внимательно прочитал заметку и письмо и сказал. — А я в это верю. Смотрите, он показал на карту города, висевшую над головой дежурно. Вот имение Осиповых около Никольского кладбища. Отсюда вся нечисть и идет. И, между прочим, фамилия Ваньки Каина была Иван Осипов-Каин. — А кто это такой? — спросил Малениченко. — Мне кажется, ты не в Московском университете учился, а в Тараканском. — Как же нужно Ваньке Каину не знать? — улыбнулся толстяк. — А ты знаешь? — спросил Малениченко у Врахманина. — Знаю, был такой вор и убийца при Екатерине Второй. Потом он в полиции служил, так сказать, создателем отечественной мафии. — Все верно, если это имение поставляло таких страшных людей, как вам, какие сегодня оно будет поставлять привидения? — Вы утверждаете, что это привидение? — спросил Врахманин, толстого лейтенанта. — Я ничего не утверждаю, ответил тот. Я только знаю, что все это не пустые разговоры и ни в одном городе это не встречается в таких количествах, как у нас. Кроме, пожалуй, Таражка. Врахманин подумал, что этот парень мог бы здорово помочь, если бы его удалось. Вот это дело вовлечь. Но еще он подумал, что чем меньше людей знает о его расследовании, тем лучше он пожал руки милиционерам и отправился в гостиницу. Покровские страсти. Как это ни странно, в Покровской гостинице Покровск было сколько хочешь свободных мест. Врахманин так и не знал, оставаться ли ему здесь или ехать в родной Зеленгород. Капитану Матвиенко. Ему уже было о чем рассказать, но все это пока лома, зрительный рассказ о действиях никаких. Поэтому он взял самое дешевое место в гостинице и отправился исследовать Никольское кладбище. Благо, был день, было солнечно и не страшно. В маленьких городах все рядом и непонятно, почему местные жители так любят пользоваться автобусами. В любое время дня они идут набитые, как дураки под самую крышу. До кладбища всего две остановки. Расположено оно было в удивительно красивом месте и оставалось в прекрасном, почти музейном состоянии полной сохранности. Врахманин сначала обглядел пейзаж, спокойный, как Сибуксен. Пробиваемо спокойно с просторами, далями и рекой. Потом он стал осматривать памятники. Осмотрел склеп Осиповых, напоминающий детскую пирамидку. Массивную черную, с золотым письмом надгробия рода Семеновых, памятник доктору Мокротоворопу с двумя медными собраками. Удивительно, как это пионеры не издали их на металлолом, подумал Рахманин. Что-то неправильно в местной пионерской организации. Может быть она с религиозным уклоном? Ничего тревожного. Мир и покой. Один только памятник выбивался из общего настроения своим официозам. Это был памятник генералу от инфантерии, действительному тайному советнику Краснорукову. Плоский, широкий камень, темно-красного цвета наполнял стол для заседаний. Вот он, хозяин кладбища, подумал Рахманин. Но решил, что искать что-либо зудкое на кладбище в середине солнечного дня бессмысленно. И тут ему пришло в голову, что можно просто позвонить по телефону капитану Матвиенко. Пусть хитроглазный милицейский интриган, полубюрократ, полумодернист подскажет ему, как быть. Матвиенко внимательно выслушал практиканта, но ничего не прояснил. Только спросил. А те, думая, дети его сеялись, а где они? В детском доме, в Кирекше. Вот и поезжай туда. Можешь? Могу, только у меня денег нет. Как-нибудь выкрутись, рассуждался, посоветовал Матвиенко. Займи уколонить, а то практику не дочтует. Надо версию доводить. Как бы она нас не долела, пробручал Рахманин. Но согласился. Ладно, попробуй. Он отправился в родную комиссионку. Светлана Ильинична, как увидела ее, даже спала со своего огромного лица. Видно, были все-таки в ее магазине нарушения. Несмотря на это образцово-показательное пианино, Виктор протянул ей электробритву Харькову. Это можно продать в вашем магазине? Светлана Ильинична долго вертела бритву в руках, потом ответила. Можно, с трудом. А можно сегодня? У меня командировочные кончились. Мы деньги через три дня выдаем. Она мяла, свертела, нюхала бритву и потом сказала. Ладно, я ее сама для мужа куплю. У него еще хуже. Приходите завтра. Завтра так завтра. Рахманин больше не стал настаивать. Слава богу, что хоть как-то обошлось. Интересно, сколько за нее дадут? Он сходил в кино. Верная рука друг индейцев. Поужинал в гостничном бухе и пошел в номер спать. Слава богу, к нему никого не подсидели. И он благополучно смотрел в одиночестве телевизоров до посинений. Чем-то ему его номер не нравился. Особенно розовое пятно на противоположной стене. То ли строительный брак, то ли ремонтники бутылку зина пролили. Утром он получил деньги в комиссионке и потопал на автовокзал. До Кирекши шли автобусы и были билеты. Но вместе с одним студентом они решили добираться на попутках. Им повезло. Они километров пятьдесят тряслись на трубах по великолепнейшей, в смысле, природе дороге. Студент чуть не выпал на двух страшенных ухабах. Один еще и не кончился, а другой уже начался. Но Рахманин в последний момент ухватил его за руку и втащил обратно. Детский дом. Нечего. Вот и Кирекша. Полчаса езды на автобусе и Рахманин уже стоит у старой березовой аллеи, ведущей в барскую усадьбу. Вокруг тишина и покой, будто он приехал не в детский дом, а в музей-усадьбу знаменитого писателя, в разночинце писемского наливайка. Директор дома по имени Александр Павлович Молоко долго не мог понять, зачем Рахманин приехал, а Рахманин толком не знал, что говорить. Я на милицейской практике, вот у меня командировка Покровск. Мы ищем самовар. Очень приятно, только наши дети самовар не прячут. Мы не только самовар ищем. Нас интересует хищение спирта на Большихиме. И спирт наши дети не прячут. Да прекрасно, только у вас есть дети Крючков и Васи, и Люся. Я хотел бы с ними поговорить, их родители помилили от Большихимского спирта. Вы уверены, что от Большихимского спирта? Как-то странно со значения спросил директор. А вы нет? Так же со значением ответил Рахманин. Я не думал об этом. У меня особых забот хватает. Он разрешил Рахманину побеседовать с детьми, только очень осторожно, чтобы зря не тревожить их. И еще он предложил Рахманину выступить перед ребятами, рассказать им о положении милиции, о новых способах раскрытия преступлений, чтобы ребят не привлекала плохая дорожка, а привлекала хорошая. Где ваши ребята сейчас, спросил Рахманин. Почему такая тишина? Наши ребята в поле деньги зарабатывают. У них нянь нет. Пока ребята зарабатывали, Рахманин решил осмотреть усадьбу. Место было просто блеск. Умели раньше выбирать места для детских домов. Высокие кирпичные стены, за ними залив, хочешь лови рыбу. Дальше на полные глаза водный простор. Само здание двухэтажное, с большими главными окнами, очень маленькими остальными. На втором этаже спальни. И, конечно, в полукилометре от дома остатки старой церкви и заросшее кустами дворянское кладбище. Уже вечерело, и у Рахманина не было особого желания его исследовать. Он почему-то природа знал, что среди прочих могил у них встретится могила какого-нибудь краснорука-родственника. Но делать было совершенно нечего. Рахманин со слаблющими лучами солнца пошел в зеленом остров к кладбищу. Это было не такое кладбище, про которое сказано у Пушкина. Но как же любо мне осеннюю порой в вечерней тишине в деревню посещать кладбище родовое, где дремлет мертвый в торжественном покое, где неукрашенным могилам есть простор. Но тоже хорошее, если можно так сказать, про кладбище. Старинные и гранитные надгробия были целы. Золото на них не поблекло, и легко можно было прочесть. Надворный советник Прохоров Андрей Андреевич. Житие его было в 1801-1887. Примитиве с миром и так далее. Было несколько современных могил с задержанными металлическими загородочками, но в основном на кладбище могилы были старинные. А вот что и требовалось доказать. Статский советник, губернский предводитель дворянства Николай Прохорович. «Красноруков». Старые знакомы, подумал Рахманин, хотя никогда с Николаем Прохоровичем знаком не был. Могильная плита этого краснорукова тоже напоминала стол для заседаний, только поменьше. Начинал намечаться вечер, и Рахманин забеспокоился. «Хватит с меня этих похоронных знакомств». Пошли к живым людям. Живые люди как раз пришли с полевых работ и с любопытством поглядывали на Рахманина, а Рахманин осматривал их, пытаясь узнать детей Крючковых. Все ребята были бедно одеты и кое-как подстрижены. Сразу было видно, что они не балованы. Но лица у всех были без исключения приятными, глаза живыми. Их накормили ужином в столовой и объявили, что будет встреча с работниками лица в клубе. Ребята очень обрадовались, и мы их не очень баловали встречами с интересными людьми. Рахманин долго рассказывал детям об успехах московской милиции, о разных раскрытиях и повинках. И у всех, в том числе и у него самого, сложилась глубокая уверенность в том, что с наведением порядка у нас в стране полный порядок. «Есть ли у вас вопросы?» – спросил Рахманин в конце выступления. Ребята долго молчали. Вдруг один мальчик, черный, стриженный, примерно четвертого класса, спросил, «А знает ли московская милиция про зеленые глаза?» «Чего?» – отвертил Рахманин. «Про зеленые глаза?» «Да», – сказал другой мальчик. «И про зеленый пистолет?» Рахманин честно признался, что московская милиция ничего про зеленые глаза не знает. «Расскажите мне, я обрадую московскую милицию!» «А вы не боитесь?» – спросил четверотклассник. «Пока нет», – ответил Рахманин. Мальчик стал рассказывать. В одном городе жила девочка. У нее была бабушка. Когда бабушка умирала, она сказала девочке, «Не включайте старую зеленую пластинку!» Она закрыла глаза и умерла, ее похоронили. Мама тоже говорила девочке, «Смотри, не включай зеленую пластинку!» А девочке не терпелось. Она все-таки включила пластинку, когда дома никого не было и страшный голос запел. «Бегут, бегут по стенке зеленые глаза!» «Сейчас девочка закушала!» «Да, да, да!» Девочка услышала звонок в дверь и выключила пластинку в квартиру. Вошла мать девочки, у матери не было одной руки. На следующий день девочка снова поставила пластинку, ее мама вошла без двух рук. «Ничего себе!» Сказал Рахманин. «Освенцем какой-то!» А мальчик продолжал. Потом мама пришла без одной ноги, а затем и без двух ног. Когда она пришла последний раз, то она сказала, «Ты меня погубила и сама тоже погибнешь!» «Не ставь пластинку!» Но девочка не послушала мать и снова завела пластинку. Не успела пластинка пропеть несколько слов, как раздался звонок в дверь. Девочка заглянула в глазок, но никого не удивила. Девочка все же открыла дверь. Прямо перед ней стояли огромные от пола до потолка зеленые глаза. Они сказали, «Ты не послушала мать и погибнешь сама!» И глаза затушили девочку. В комнате висела гробовая тишина. «Интересно!» Спросил Рахманин. «А чем они ее задушили?» «Не знаю!» Сказал мальчик, наверное, руками. «Есть такое выражение, «штучка с ручкой!» Перестанил сказать Рахманин. «Чтобы глаза были с ручками!» «А может, они ее гипнозом задушили?» Сказала девочка с первого ряда. «Ведь такое может быть!» «Может быть!» Согласился Рахманин. «А как они на кнопку нажимали?» «Тоже гипнозом!» Никто ему на это не ответил, но история все равно не показалась Рахманину глупой и выдумкой. Что-то за всем этим стояло, что-то... Что-то, что-то, что-то... А что вы еще знаете из таких же веселых историй про женщину с красным лицом? «Расскажите!» Тот же мальчик стал рассказывать. Видно, он был главным хранителем библиотекарем этих рассказов. Одна девочка пошла в магазин покупать перчатки. Ей мама сказала, чтобы она купила любые, только красные не покупала. Когда девочка увидела в магазине красные перчатки, то они ей понравились, и она их купила. И что потом получилось? Получилось, когда она подошла к своему дому, то увидела, что он горит. Приехали пожарные, и они никак не могли погасить пожар. Тут вдруг из-за дерева появилась женщина с красным лицом. Когда ее увидели, все испугались и убежали. «И пожарные?» спросил Рахманин. «И пожарные?» Девочка одна осталась. Эта женщина сказала, что сможет потушить дома, если девочка потом выполнит одну ее просьбу. Девочка согласилась, женщина быстро потушила все, потом она сказала девочке, чтобы девочка ночью пришла на кладбище и положила на могилу в центре кладбища свои перчатки. Девочка очень испугалась, но она еще больше боялась не выполнить приказ. Она не знала, что делать. Слушающие в ужасе замерли, одна девочка, даже лицо руками закрыла. Рахманин решил вмешаться. «А что же она в нашу славную милицию не пошла, про которую я вам так много рассказывал?» «Это только у вас в Москве милиция славная», сказал самый большой мальчик из середины зала. «А у нас она обыкновенная, в нее лучше не ходить». «Так, понятно», согласился Рахманин. «Со временем будем укреплять среднюю длину в маленьких городах». И что же было дальше? Мальчик продолжал. И она пошла на кладбище и положила в центре кладбища свои перчатки. Вдруг с одной могилой съехала крышка и выскочила эта женщина. Она хотела схватить девочку за руку, но девочка побежала. Тогда эта женщина закричала, «Ты просто так от меня не отделаешься, у тебя убрет бабушка». Девочка пришла домой и увидела, что у нее умерла бабушка. «Ничего себе», сказал Рахманин. «На много лет было бабушке». «Я не знаю», ответил мальчик. «Только раньше она не умирала, а тут сразу умерла». «Знаешь что?», сказал Рахманин. «Я 20 лет на свете живу, а что-то никогда не видел тетя не экскрасным лицом». «А я видел», сказал тот же взрослый мальчик из середины зала, «Когда у нас подсобки горели». «И мы увидели», сказали девочки из конца зала. «Если они такие заметные, их давно бы уже всех задержали», сказал Рахманин. «А как же их можно задержать, если они на кладбище живут?» спросил черненький мальчик. Тут уже Рахманин оторопил и растерялся. «А почему они?» «Разве их много?» «А вы дослушайте до конца». Потом, когда хранили бабушку, девочка опять встретила на кладбище эту женщину. Она снова ей сказала, «Приходите на кладбище». Девочка пришла, и эта женщина с красным лицом и в красных перчатках сказала ей, что этой ночью она умрет. «А что?», сказал Рахманин. «Мне пора. Тем более на кладбище живет, хранить не надо». «Это не женщина умрет, это девочка умрет», «Заключали напряженные слушатели». «Вы слушайте». Девочка пришла домой, легла спать и умерла, запраторил дальше рассказчик. Ее похоронили, она лежит и вдруг видит, что она под землей. Она увидела там свою маму и бабушку и побежала к ней. А потом вдруг заметила, что у них красные лица, и у нее самой тоже было красное лицо. Потом они сами стали приходить к людям, которые покупали красные перчатки. На этом лекция об успехах московская милиция окончательно завяла. Время было позднее, разговор с детьми крючковыми надо было перенести на завтра. Александр Павлович Молоко предложил Рахманину переночевать в учительской, на диване. Детский дом, ночь и утро. Молоко принес Виктору подушку, сдвоенное внутривнацкое одеяло и стакан киселя с двумя кусками серого хлеба. Опыт показывает, что ночью есть хочется. И Рахманин заснул, как убитые. Ночью он вдруг проснулся. В комнате что-то происходило, слышалось шипение и треск. Рахманин выпил кисель и попытался понять, что случилось. Комната была красной. Во дворе горел сток сена. Рахманин стал одеваться. Он с трудом надел носки, ботинки, пиджак. Потом он долго тыкался в разную верю в поисках выхода из здания. Наконец он вырвался на хозяйственный задний двор. Когда он оказался на месте пожара, там были люди. Они встревоженно стояли вокруг, глядя на огненные вихри и бешеные искры. Слава богу, что искры быстро гасли и не долетали до здания. Люди стояли грубками, двигались, разговаривали и как-то странно выделялась из всего этого одна женщина неопределенных лет в плаще с красиво уложенными волосами, неподвижно, скульптурно застывшая в некотором отдалении. Рахманин решил подойти к ней и заговорить. Он подшагал, стараясь не шуршать травой и спросил. Вы не знаете, от чего загорелась? Что? Повернулась она. И Рахманин отпрянул, потому что ее лицо оставалось красным, несмотря на то, что она отворотилась от огня. Она закрыла лицо рукой в красной перчатке и быстро пошла в сторону от пламени и бешеных искр. Кажется, в сторону кладбища. Утром директор принес Рахманину стакан чая и хлеб с маслом. Вы будете разговаривать с детьми крючковыми? Спросил он. Конечно, я ведь для этого приехал, ответил Рахманин. Будем говорить. Они здесь, за дверью. Минуту я только побриюсь. Рахманин сразу вспомнил, где его бритого и сказал директору, что бриться не будет, потому что решил отращивать бороду. Он позвал ребят. Они вошли и сели на диван. Мы сидели, не сгибаясь, прямо как на лавке. Прочитайте это, ребята. Виктор протянул им гранки статьи. Дети стали читать. Они долго не отрывали глаз от смятой газетной страницы и, казалось, прочитали ее раз двадцать. Видно, им не хотелось начинать разговор. Рахманин спросил. Как вы думаете, можно поймать красную руку? Нельзя, сказал одиночка. Можно, сказал мальчик. Надо поставить фотоэлемент с пистолетом. Интересная мысль, сказал Рахманин. Ты утром проснулся? Чтоб на работу идти, поднял голову от подушки и пистолет, как бабах тебе прямо в нос. Надо фотоэлемент настроить на красный цвет. Человеку ничего, а руке будет плохо. Хорошо, согласился Рахманин. А как мы узнаем, что рука туда приедет? Придет? А там всегда красное пятно появляется, сказал Вася. Так может быть, лучше в пятно стрелять? Спросил Рахманин. Люди пробовали? Ответил Вася. Не вышло? Кто пробовал? А как же? Следователь, Лусиленко из милиции и пробовал. И что получилось? Ничего не получилось. Его задушили, а на стене дырки остались. Откуда ты все это знаешь? Не знаю. У нас все это знают. И ты знаешь? Спросил Рахманин Люсю. И я кивнула она головой. А вы сами красные руки не боитесь? Нет, подумав, ответили ребята. Я боюсь, сказал до сих пор молчавший Александр Павлович. Вот уж этого Рахмана никак не ожидало. И то, что ребята, пострадавшие от красной руки, ее не боятся, а молоко боится, придавало сказанному странную убедительность. Рахманин отпустил брата и сестру и потребовал директора объяснений. Александр Павлович провел ее в свою комнату, квартиру, расположенную в левом одноэтажном крыле здания. Он подошел к дивану, на котором, очевидно, спал, отдернул угол огромного ковра, висевшего над диваном. И Рахманин увидел ярко-красное пятно в форме черепа, пробивающееся сквозь жухлые обои. Беседы с капитаном Матвиенко Матвиенко слушал Рахманина, не перебивая, все просил рассказывать по два раза, а потом сказал, что хочет хорошенько все обдумать. «Приходи завтра», сказал он Викторова. «Покумекаем. Когда на завтра Рахманин пришел кумекать, Матвиенко тот первым делом показал ему телеграмму. Молоко скисло, Гирекша, ждем». «Что бы это значило?» спросил Матвиенко. «Ничего», могу ему ответить Рахманин, «Это значит, что директора задушили». «А кого они ждут?» «Нас». «Зачем?» «Чтобы задушить». «А кто давал телеграмму?» «Откуда я знаю?» сказал Рахманин. «Может, женщина с красным лицом?» «Может, красная рука прилетала?» «Может, белые перчатки бланка в окошко сунули?» «А почему же они сюда сами не едут?» настырно задавал свои исследовательские вопросы Матвиенко. «Душили бы здесь, не привлекая внимания?» «Не знаю», растерялся Рахманин. «Может, они застенчивы?» «Может, они московской милиции боятся?» «Может быть, дома им стены помогают?» «Может быть, погода нелетная?» «Все, хозяин кладбища?» «Может быть, зеленый пистолет?» «Это еще кто такой?» «Новое действующее лицо?» «Пока еще не действующее, но скоро задействую». «Откуда он взялся?» «Вот отсюда», Рахманин показал Матвиенко пачку писем, переданную ему из пионерской зорьки за это время. «Вот и хорошо», сказал Матвиенко. «Давай-ка приведем наших действующих лиц в систему». Матвиенко постоянно звонил телефону, все о чем-то его спрашивали, чего-то от него хотели, но он как-то легко покасательно и все мимо себя пропускал и как лещ держал только одну тему «События в Керекше». «События в Керекше и только события в Керекше». «Итак составим список действующих лиц действующих лиц и их товарищей», добавил Рахманин. «Потому что целый ряд лиц пока не действуют». «Давай по порядку». «Все-таки кто у них главный?» «Не знаю». «Скорее всего хозяин кладбища». «Но может быть кто угодно». «Тот же самый человек с синими зубами». «Да у тебя целый паноптик», воскликнул Матвиенко и «Все разноцветные». «Начнем с хозяина кладбища». «Что о нем известно». Рахманин отыскал письмо на пионерскую зорьку о хозяине кладбища и стал читать Матвиенко. Возле одного английского кладбища стояла гостиница. В ней никто не жил. Однажды в Англию приехали два француза туриста. Они не верили ни в какие ужасы и узнав о гостинице на кладбище пошли туда жить. Ночью открывая окно, чтобы зашел светятся два красных огонька. Видно было, что этим глазам надоело среди могилы. Они хотят напасть на комнату. Французы захватили револьверы. Послышалось хлопание крыльев. Они стали стрелять. Позвали полицию. Существо убежало. Утром увидели, что мальчишки во дворе стоят около чудовища. С крыльями палками толкают его возле глаз, которые еще светятся. Отдали хозяина кладбища на исследование. После исследования им ответили, что чудовище сбежало от генетиков 29 лет назад, что это очень опасное животное. Клетку человека скрестили с клеткой летучей мыши и оставили в благоприятных условиях. Генетики совсем забыли про клетки, как из ящика. Где они лежали, вылетело чудовище, схватило в зубы первого попавшегося человека. Очевидно, генетика, подумал прося Рахмани, разбила окно и улетела, и поселилась на кладбище, потому что там спокойно. Но остались другие чудовища, его братья, и они мстят людям, которые с ними борются. Записал историю Берекет Дима, 6 класс. Спасибо, сказал Матвенко. Кто тебе больше всех понравился в этой истории? Конечно, французы, ответил Рахмани на вам. А мне Берекет Дима, который записал эту историю, несмотря на то, что эти хозяева жизни мстят тем, кто с ними борется. Что еще есть про хозяина кладбища? Есть другие варианты. Что это умершие люди, которых не принимает земля? Есть даже стихотворная версия. Читай. Рахманин прочел по ночам на кладбище хозяин, приготовил мраморный столешник, ждет своих начальников на ужин, приготовил он когор кровавый, приготовил шпагу и свечу. Это уже просто малый театр, сказал Матвиенко. Слишком штатуралистично. Это, пожалуй, совсем из другой серии. А что это за зеленый пистолет? Рахманин вытащил из папки письмо. В одной деревне жил мальчик. Один раз мальчик пошел гулять и увидел около реки бабушку. Она была одета во все черное, и в руках у нее была корзина, накрытая сверху черным платком. Бабушка показалась мальчику подозрительной, и он, чтобы проверить, ведьма она или простая старушка, сунул руки в карманы и сделал фиг. Бабка сразу оглянулась и чмокает. губами спросила, что ему нужно. От страха мальчик сказал, что в голову пришло, я здесь пистолетик потерял, вот ищу его. Вот этот? спросила старуха и достала из корзины большой блестящий пистолет. Мальчику так захотелось иметь его, что он тут же собрал. А это мой пистолет. Мальчик взял пистолет и вдруг бабка вся стала зеленая, и корзинка зеленая, и они постепенно исчезли. Мальчик обрадовался и пошел домой. Идет с пистолетом. И иногда им любуются, а на встречу цыганка шла. Она сказала, что это мальчик у тебя? Вот я пистолетик нашел. Дай сюда, сказала цыганка. Она схватила пистолет и бросила его в речку, и вдруг река в этом месте зашипела и стала зеленой, а у мальчика на всю жизнь остались зеленые в ладошке. И много у тебя таких историй? спросил капитан. Почему у меня? У всех советских детей? Остановите на улице любого ребенка и спросите, знаешь историю про желтый штор, а он ответит, знаю. Или спросите, знаешь историю про черный тюльпан? И вам скажут, конечно. Странно, сказал Матвенко, на глазах у всей страны действует шейка потусторонних душителей и убивал. Все о ней знают. Одна милиция не в курсе. Он немного подумал и добавил. Хорошо, давай проведем следственный эксперимент. Выйдем на улицу и спросим у первого школьника про твой черный тюльпан. Первый встречный школьник оказался сыном Матвиенки Петро. Он крутился на велосипеде возле кинотеатра «Горизонт» вместо того, чтобы помогать матери на маленьком матвенковском участке. «Слушай», спросил отец, «Знаешь историю про черный тюльпан?» «Конечно, знаю», обрадовался мальчик. «Ну-ка, расскажи, пожалуйста». У одной девочки мама уехала в командировку надолго, подра начал молодой Матвиенко. А дело было под Новый год, и она ей оставила 10 рублей, чтобы девочка купила себе карнавальный костюм. Приходит она в магазин, она там костюм принцессы стоит 20 рублей, костюм снежинки 15, больше ничего нет. И вдруг продавчица говорит, «Девочка, а хочешь костюм черного тюльпана?» «А сколько он стоит?» «10 рублей». И показывает костюм отличный, платье черное, шелковое и все остальное, что нужно для девочки. Девочка, конечно, купила костюм и побежала домой. «Так, а дальше?» спросил старший Матвиенко. «А дальше на другой день сидит она на кухне, и вдруг, само собой, заговорила радио. А оно было поломано. Девочка, девочка, прыгай в окно, черный тюльпан появился в городе». Девочка подумала, что это кто-то шутит. Она жила на втором этаже, радио опять говорит. Девочка, девочка, прыгай в окно, а черный тюльпан сошел с троллейбуса, подходит к моему дому. Девочка говорит тому голосу в радио, «Сам прыгай, я не дура». Радио как закричит, «Девочка, девочка, зря ты меня не слушаешься!» А черный тюльпан подходит к твоей квартире, он близко стоит. «Ну и кочергой его», поскал старший Матвиенко. «Это ты, кочергой», возразил Петр. «Она маленькая». Она встала, пошла к дверям, чтобы посмотреть, кто это так шутит. А в это время дверь шкафа сама собой открылась, и на дороге появился черный тюльпан. И прямо пошел на девочку. Радио как закричит, еще сильнее. «Девочка, девочка, не теряй время, не прыгай теперь в окно. Может, еще спасешься, тебя говоря». Девочка прыгнула в окно, падает только не камнем, а как на парашюте. Может быть, и не расшибется. А черный тюльпан перегнулся через подоконник, вытянул руки, и они у него начали расти. Растут, растут, и все, хотят. Схватили девочку, и уже у самой земли схватили девочку и обратно втянули. И черный тюльпан сказал, «Ты хотела от меня угазать? Я тебя за это убью». Он что, иностранец был? Спросил Рахман. «Нет, он просто плохо по русски говорил». «Значит, он не русский», спросил Матвиенко старший. «Он не кокойский». «И что, убил он девочку?» «Нет». Он заставил ее мыть служанкой и все время уходил в шкаф. Вот однажды, когда черного тюльпана не было, радио опять заговорило, «Девочка, девочка, достань из шкафа костюм черного тюльпана и сожги его». Она бросила костюм на пол и подожгла. Он весь сразу вспыхнул черным пламенем, с синим уклоном как-то страшно закричал, кто-то страшно закричал, и девочка потеряла сознание. Когда она пришла в себя, на месте костюма ничего не было, и черный тюльпан больше не приходил. Ознакомившись с делом, при помощи сына Матвенко поделился своими выводами с Рахманином. «Ты смотри, у этих красных рук и черных простыней есть не только сторонники. Кто-то по радио старается их опередить, предупредить об опасности». Рахманин пытался представить себе, как выглядит черный тюльпан. Он, как капустные листья, разматывал бинты темноты с его лица и все пытался и пытался разглядеть, что же под ними, что там под ними-то, что? Но неведомые черты не прояснялись, а все затуманивались и уходили, затуманивались и уходили. Отпустив свидетеля Петра, милицейские работники пошли в ближайшее кафе обедать. В кафе-ресторан странное сочетание находился при местной новой гостинице Зеленгород. В нем было пусто. В самом светлом углу только сидела одна девушка в свадебном белом платье. Рахманин сказал Матвенко. Она от них. Кто она? От кого от них? Это девушка. Она от красных рук. Ты что, студент, с ума сошел? Почему? Потому что у нее на платье красное пятно. На этой скатерке тоже красное пятно, сказал Матвенко. Значит, она тоже от них? От этих занавесок? Скатерть не от них, а девушка от них, уперся Рахманин. Можете проверить, никаких документов у нее нет. Матвенко молча поднялся и направился к девушке. Он подошел и вежливо сказал, извините, пожалуйста, мы из милиции, мы разыскиваем одну женщину, похожую на вас. У вас есть какие-нибудь документы? Разрешите взглянуть. Тут произошло неожиданное и несуразное. Девушка встала и почему-то спиной вперед, как в балете лебединое озеро, поплыла к выходу. Все дальше и дальше, дальше и дальше, как в кино. Казалось, что капитан сейчас тоже взмахнет руками и плавно, как в балете, засебенит за ней в своих просмоленных сапогах. Но Матвиенко руками не взмахивал и никуда не сменил. Он просто вернулся за столик к Рахманину и сказал, сердито, чумовая какая-то. Так почему же она от них-то? Кто она такая? Эта девушка с красным пятном. Про нее есть много историй. Пожалуйста, излагайте. А что тут излагать? Читайте сами, сказал Рахманин. Вот письмо из того же города, Покровска. Матвиенко быстро прочел. Один у нас солдат сидел в ресторане и пил красное вино. К нему подошла одна очень красивая девушка в белом платье. Они познакомились и она дала ему свой номер телефона. Она написала его на салфетке и протянула ему. А он нечаянно опрокинул вино. Несколько больших капель попало на белое платье девушки. Вечером он позвонил по телефону и трубку подняла пожилая женщина. Он попросил девушку к телефону. Женщина расплакалась и сказала, что та, которая нужна ему ее дочь и что она умерла два года назад. Он ответил, что этого не может быть, потому что он видел ее сегодня утром и разговаривал с ней. Дело дошло до того, что раскопали могилу, чтобы пролить свет на это темное дело. Когда этот человек увидел девушку, то он сразу узнал ее. У нее на платье были свежие капли вина и тут раздался голос. «Уходите отсюда! Тот-то будет долго смотреть, скоро умрет!» «Все!» «Все!» «Ворешкина!» «Ворешкина Катя, 15 лет!» «Так это была она?» спросил Матвенко. «Или она, или такая же», ответил Рахманин. «Плохи наши дела», сказал Матвенко. «Если бы я во все это верил, я бы сказал, что мы засветились и что бы рассматривать видочки?» «А я и в самом деле так думаю, что мы засветились и что бы рассматривать видочки?» «Все-таки не надо спешить!» «Ой, ко мне сюда вся эту пачку писем, я их почитаю и постараюсь привести в систему. Я так думаю, пусть все это есть, тогда это или инопланетяне с какой-то чудовищной техникой и с странным смыслом жизни, или это потусторонние силы, объединенные в шайку, ведьмы, фантомасы, Мефистофелевщина всякая. Или наши галлюцинации, добавил Рахманин, а может быть еще хуже, материализованный бред. Он передал Матвенко все имеющиеся письма и отправился в отпуск на неопределенное время. Есть ли в этом безумие система? Уже несколько часов ломал над этим голову Матвенко. Все воскресенье Анатолий Петрович сидел у себя дома в комнате и перебирал пачки письм, которые принес Рахманин из пионерской зорьки. Его никто не беспокоил. Ребята знали, если отец работает дома, значит, занимается самым важным. А жена была счастлива, что вся семья в сборе и постоянно приносила ему то чай, то блинчики. Но капитану было не до чая и не до блинчика. Впереди им открывались истории, одна страшнее и уголовно наказуемой другой. Секретный случай на советско-польской границе. На советско-польской границе произошла эта история. Есть там в самом центре Темной Дуборовой старый замок, который был заброшен в стародавние времена и совсем был бы забыт людьми, если бы рядом не проходила граница, а значит и пограничная тропа. На заставе знали расположение комнат в замке, но не каждый раз осматривали их, а лишь когда что-то вызывало тревогу. Однажды в наряд мимо замка пошел один солдат, служивший недавно, но хорошо знающий те места. Звали его Юрой. Он, собственно, и рассказал эту историю. Кроме него, в наряд были сержант Березов и солдат Гвоздин. Шли они около замка и увидели, что в верхнем окошке на втором этаже мелькнул свет и что-то заискрилось. Это была самая маленькая комната на втором этаже в углу. Сержант приказал Юре остаться внизу, а сам с Гвоздиным отправился на обследование замка. «Если услышишь что-то подозрительное, свяжись заставой и сообщи обо всем», сказал он перед уходом. Стоит Юра, прислушивается. Вот прошли дверь, топают по лестнице, по коридору, скрип открываемой тяжелой двери в комнату, автоматная очередь, страшный крик и глухое падение тел одного за другим. Юра опешил, но спустя несколько мгновений пришел в себя и бросился к ближайшему потайному телефону, чтобы сообщить на заставу о происшествии. Через несколько минут застава, поднятая в ружье, была у замка. И все побежали наверх на выручку. Когда открыли дверь, одной из комнатушек представила страшная картина в нескольких шагах от двери лежал лицом вниз сержант Березов, а у двери с автоматом на предохранителе солдат Гвоздин. Но глаза у сержанта были широко открыты. Когда врач заглянул в них, он дико закричал и упал без признаков жизни. Оказалось, что на сетчатке глаз сержанта отпечаталось то страшное видение, которое он видел перед смертью. Постепенно оно растворилось и ушло. Когда врача откачали, сознание вернулось к нему, но он ничего не помнил. Он совершенно все забыл. Ее заново пришлось учить всему как маленького слова, умению завязывать ботинки, есть и пить. Потом он снова стал ходить в школу при погранзаставе во все классы. А этот замок обнесли колючей проволокой. Больше туда никто не заходил. Иногда в этой комнате что-то тихонько светится и искрит. Ученые хотят туда попасть, но пограничники никого в эту секретную зону не пропускают. Простетчатку глаза, с которой все можно читать, Матвен как следователь знал, что это ерунда. Но в остальном рассказ звучал убедительно. Вот бы допросить этого Юру по-настоящему, да и всыпать ему, чтоб ерунду не нес. А впрочем, я думаю, Юла и без меня допрашивали. Там у военных свои следователи есть, а доктор снова в школу будет ходить. Десять лет, не позавидуешь. Следующая история была очень похожей. В одной пустыне шла экспедиция. И вдруг на пути к колодец одного геолога решили туда опустить. Его долго опускали, вдруг он дико закричал и задергался. Когда его достали, он был мертвый и седой. И тогда вместо него опустили фотоаппарат. Фотоаппарат он понял, что эта фотография может погубить сотни людей. Так никто и не узнал, что же было там в этом пустынном колодце. А действительно, я думал, Матвейн, что же было в этом пустынном колодце? Может быть страшный скелет? Может быть пистолет, направленный в глаза? Может быть тигр с зубами? Ну ладно, думал он, я еще могу испугаться тигра с зубами или скелета, но чтобы испугаться закаленный в нервах геолог? Да, возражал он сам себе. А если это был его собственный скелет, он его узнал и испугался. Да ерунда, что он своих рентгеновских снимков не видел. И опять же, как это скелет геолога мог оказаться в колодце раньше самого геолога? Матвейн, как липнул сына, дал ему прочитать оба письма и спросил. Ты знаешь, что там было? Конечно, знаю. И что же? Космические глаза. Че-че? Отрапил Анатолий Петрович. Космические гипнотизирующие глаза. Они смотрят на человека и приказывают. Немедленно умер рай. И человек умирает от космического гипноза. Спасибо, сынишка, сказал строгий капитан. Вот не знал, что у тебя голова такой ерундой набита. Но про себя он подумал, что этот довод, пожалуй, самоубедительный. И что, думая он три дня, такого, пожалуй, не придумал бы. На следующем конверте было написано «Черная смерть в городе Нью-Йорке». Ну и пускай этот смертью Нью-Йоркс... Ну и пусть этой смертью Нью-Йоркская полиция занимается, подумал Матвиенко. Ну и попытство взяло вверх. Тем более, что на последнем съезде депутатов очень много говорилось о выступлении в Интерпол. Он начал читать. Однажды в море один грузовой корабль дал сигнал СОС. Мило проходил другой корабль, и его экипаж решил прийти на помощь. Когда они поднялись на мор, то никого там не нашли. Только помощник капитана второго корабля зашел в одну каюту и увидел, что на полу лежит груда одежды. Из этой груды вдруг выползла какая-то черная туманная масса и бросилась на помощника. Она обволокла его и съела. Осталась одна морская форма с фуражкой. Это была черная смерть. Все остальные испугались, убежали и уплыли. Этот случай был описан в газетах. Через несколько лет в одной квартире где-то на западе какой-то богач проснулся и увидел, что его любовница пошла в ванную. Ее очень долго не было. Он удивился и пошел за ней следом. В ванной лежал только халатик и тапки. И вдруг на него с потолка набросилась черная смерть. Она кинулась на богача. А у него в кармане халата всегда был пистолет. Он несколько раз выстрелил. Черная смерть съежилась, но не умерла. Она втянулась в дыру в полу, куда уходит вода и пошла по городу. С той поры черная смерть погубила множество людей. Она растворяла их, оставляя лишь одежду. Она перебиралась и ее невозможно было поймать. Но однажды она выползла на улицу из канализационного люка и напала на полицейского. Тот стал стрелять из автомата и она уползла обратно. Полицейский вызвал по радио подмогу. Они открыли люк и увидели, что дальше нет хода. Они забросали черную смерть слезоточивыми гранатами, а потом и простыми. Потом в люк спустились ученые и взяли несколько кусочков черной смерти в стеклянные банки. Оказалось, что черная смерть зародилась от биомассы, когда американцы проводили в океане испытания водородной бомбы. Когда во всем разобрались, последний кусочек сожгли, ее не стало. Прочитав много писем, Матвенко понял, что все истории можно было разделить на группы. К первой группе относились понятные ужасы. Сюда входили традиционные рассказы, связанные со скелетами, вампирами, красным печеньем, с котлетами, в которых встречалась человеческая, человеческий ноготь и так далее. Ко второй группе относились ужасы научно-фантастические, к ним относились черная смерть из канализации, космические гипнотизирующие глаза, смесь человека с летучей мышью. И к третьей группе относились самые ужасные ужасы, ужасы необъяснимые. Такие, как красная рука, черная пастыня, черный тюльпан, женщина с красным лицом, белые перчатки, зеленые пальцы и так далее. Именно от этих историй исходила непонятная угроза и никак Матвенко не мог отмахнуться от них, считая пустым вымыслом. Рахманин уже не рад. Рахманин жил в Москве один, он снимал угол у старушки, но сама его старушка постоянно жила у другой старушки, своей соседки. Так что Рахманин, снимая угол, фактически снимал целую московскую комнату с телефоном. И первое, что он увидел, войдя к себе, большое красное пятно на стене, точнее, облекло красное, он позвал хозяйку. Нина Николаевна, что это? Где? Вот здесь на стене. Ничего, обои потрескались, а вот это красное что? Где красное, Витек? Это серебряный накат. А красного нет? Нисколечко нет. Это у тебя пятна радужные в глазах. Со мной такое тоже бывает, особенно после гимнастики. Вот это новость, поразился Рахманин. Мы гимнастикой занялись. И я занялась, и Наталья Ивановна занялась. Нам по телевизору велели. Для тех, кому больше 70. Вот и хорошо, сказал Рахманин, со временем, и я к вам присоединюсь, особенно если буду жив. Значит, нет красного? Нет, совсем нет. Рахманин успокоился, но тут зазвонил телефон, и страшный голос пропел Рахманину. Бегут, бегут по стенке зеленые глаза, они девочку задушат, да, да, да. Потом раздались гудки. Он плюнул и пошел на улицу. Рахманин был одинокий ковбой, обходился в Москве без друзей и знакомых. Пожалуй, в первый раз он пожалел, что не к кому пойти и рассказать о происшествии, последних двух недель. Он шел, куда глаза глядят, в своем покровском стрешневе он знал каждый уголок. Но сейчас он увидел, что оказался в районе, в котором никогда не был. Стояли дома непривычной конструкции, росли деревья, незнакомого вида, и на улице не было ни одного человека. Оказалось, что в этой части города только что наступило самое раннее, раннее утро. Он подошел к остановке трамвая, номера были какие-то странные. 1932, 1958, номер 1983, 1900, как цифры на кладбище, подумал Рахманин. И сразу же показался трамвай. Он шел почти бесшумно, хотя выглядел очень старым на вид, как будто сошел с дореволюционной фотографией и, по логике, должен был бы греметь. Он все ближе и ближе, глаза у Рахманина полезли на лоб, потому что трамвай был черного цвета, не трамвай, катафалк. Двери распахнулись, Виктора так и потянуло в черную прямоугольную дыру, еще секунда, и он сделал бы шаг, но у него хватило разума повернуться и шагнуть в обратную сторону. И все резко переменилось. Появились люди, возникшим городом. Почему я не вошел в него? Думал Рахманин, почему? И он понял, на трамвае стояла цифра 1968. Это был год его рождения. Похороны молока. На другой день Матвенко вызвал Рахманина в зеленый город. Ну что, студент, едем в Кирекшу? Зачем? Надо же узнать, что случилось с директором. Почему он скис? А может, он не скис совсем? Может, это шутка? Возвратил Рахманин. Вот узнаем, кто так остров нашутит. Эти шутки как раз для милиции. Хорошо. А что вы скажете начальству? Все расскажете про красную руку? Про девушку с пятном на платье? Про черный тюльпан? Нет, эти истории не для слабонервных. Вернее, наоборот, поправился Рахманин. Эти истории для слабонервных. А наше начальство, оно как бегемоты. Никаких нервов, одни инструкции. Просто у милиции всегда есть дело в радиусе 2000 километров от основного места работы. А у меня одна драгоценность есть. Музейная икона, изъятая, полегская. Она полгода у меня в кабинете в диване лежит. А по ней давно какой-нибудь музей подмосковный плачет. Вот тут поспрашиваем в Крекше, в церкви и в Краевическом музее. Не у них ли она украдена? А меня вы кем оформите? Сопровождающим? Мы поставим ей цену больше трех тысяч. А для такой стоимости охранник нужен. Да еще и машину возьмем. Нет, Рахманин не рвался в эту командировку. Никакой радости от нее он не видел и осматривать убитых не привык. Рассказывать Матвенко не хотел. Было бы нечестно оставить его одного в такой поездке. Хорошо, сказал Рахманин, только порой мне кажется, что я от всего этого начинаю сходить с ума. Вы ничего не знаете о черном трамвае? Нет. А за мной, кажется, его присылали. Расскажите. В одном городе жил юридический студент, его звали Виктор, начал Рахманин. Однажды он узнал, что в городе есть красная рука и стеклянная кукла. Он стал за ним следить. Как-то раз он шел по городу и стал ждать трамвая. Что на остановке никого нет. Все люди куда-то ушли. Тут к остановке подходит черный трамвай. Весь старинный и весь залит темнотой. Во всех окнах темнота. И в кабине водителя темнота. Двери открылись, Виктор туда не вошел. Трамвай, скрипя зубами, уехал. А если бы он вошел, то больше Виктора никто бы не встретил. А если бы кто-нибудь его встретил, то он был бы с красным лицом или рот у него был полон синих зубов. Про женщину с красным лицом мы проходили, сказал Матвенко. А что это за человек с синими зубами? И пожалуйста, дайте мне подробности про желтые шторы. Я пока ничего о них не знаю. Я вам в дороге расскажу. Очень хорошо. Завтра с утра уезжаем. С рассветом около пяти или шести. Сюрприз в Кирекше. Встреча с человеком, которого уже похоронили. Выехать около пяти или шести не удалось. Выехали около двеннадцати. Им дали синий милицейский москвич с упитанным устатым водителем с очень милицейской фамилией Лютый. Так что мы знаем про желтые шторы? спросил Матвенко, когда машина запутанного зеленгородского шоссе выбралась на оборонную бетонку и пошла считать плиты. Да все тоже, ответил Рахманин. Слушайте. Матвенко с водителем Лютым стали внимательно слушать. История про желтые шторы. Однажды семья, где были папа, мама, мальчик и девочка решила купить шторы. А у них недавно умерла бабушка. Перед смертью она говорила «Покупайте какие угодно шторы, только не желтые». Очень милая картина, вмешался Матвенко. Лежит бабушка и умирает. Кругом врачи родственники ее спрашивают «Что вы хотите сказать о стоющемся?» Она говорит «Покупайте какие угодно шторы, только не желтые». «Ну и что?» возразил Рахманин «А есть вариант этой истории, что бабушка после смерти позвонила по телефону и сказала про шторы. Значит, они ее очень беспокоили. Слушайте, семья ходила по рынку, но ничего кроме желтых занавесок там не было. Тогда они подумали, подумали и купили эти занавески. Пришли домой и повесили их в детской комнате. Нашли где вешать, прокомментировал водитель лютый. «А что, нельзя было?» спросил Матвенко. «Конечно нельзя. Эти шторы там всех передушат. Ты-то откуда знаешь?» «Кто ж этого не знает. У вас в городе это столько раз было. Где это у вас в городе?» «Еще больше поразился Матвенко. И куда же эта ваша милиция смотрела?» «У нас и Винница. А милиция известно куда смотрит. На показатели. Такие преступления не раскрываются, показатели не дают, поэтому их и не замечают». «И что дальше было?» спросил Матвенко. «На следующую ночь родители спали и дети спали. Вдруг желтые шторы разбудили мальчика. Мальчик, вставай!» Мальчик встал. «Мальчик, пойди умойся!» Мальчик умылся. «Мальчик, иди позавтракай!» Он позавтракал. «Мальчик, подойди к окну!» «Посмотри, как во дворе играет твоя сестра!» Он подошел, тут желтые шторы схватили его и выбросили в окно. «Я так и думал!» крякнул Лютый. «Послушайте!» спросил Матвенко. «А кто?» «Слышал, как шторы с мальчиком разговаривали!» «Откуда я знаю?» сказал Лютый. «Кому надо, тот и слышал!» «Может быть, девочка слышала?» предположил Рахманин. «Почему ты так решил?» «Потому что на другой день ее убрали!» «Кто убрал?» «Что вы эти самые занавесочки?» сказал Виктор. «Как свидетельницу давая Лютый, не отрываясь от баранки!» «Наверное!» согласился Рахманин и продолжил. «На следующую ночь шторы разбудили девочку!» «Девочка, девочка, вставай!» «Девочка встала!» «Девочка, девочка, тут же желтые шторы схватили ее и выбросили в окно. Когда родители утром пошли в милицию, милиция пришла и стала исследовать шторы. От них нельзя было отрезать ни кусочка. Они выскальзывали из-под ножниц, как живые, и родители вспомнили про старуху на базаре, которая продавала эти шторы. Ее поймали, и она сказала, «Эти шторы непростые, их можно разрезать скальперем, который внутри кремлевской звезды». Тогда милиция залезла на кремлевскую башню и достала из звезды скальпель, только им протронулась до штор, произошел взрыв и шторы и нож исчезли. «Просто очевидно невероятное», сказал Матвиенко, «Откуда у тебя эта история? Это что-то новое. Меня моя соседка порадовала, Нина Николаевна. Еще она историю про человека с синими зубами знает. Я тоже эту историю знаю. Она у нас в Виннице началась». «Вот не знал, что Винница такой потусторонний город», сказал Матвиенко. «Сами вы потусторонний Анатолий Петрович отпарировал Лютый. Про этого человека с синими зубами столько разговоров было. Он тогда появился у нас, когда на старом кладбище танцплощадку построили. Точно, согласился Рахманин. И во Владимире так же было. Как сделали танцульки на костях, так все и началось. Что началось? Все началось. Этот человек появился. И Лютый рассказал Матвиенко историю про человека с синими зубами. В одном городе жила-была одна девушка. Она была очень красивая. У нее умерла мать и осталась. Только бабушка. Однажды девушка пошла на танцы и бабушка ей сказала «Если тебя будет приглашать мужчина с синими зубами не танцуй с ним». Она пришла на танцы и танцевала с разными мужчинами, а потом ее пригласил мужчина с синими зубами. Девушка пошла с ним танцевать. Танцы кончились и мужчина сказал, что проводит ее до дома. Они сели в машину и поехали. А у этой девушки был один знакомый с мотоциклом. Он все время ехал сзади. Машина человека с синими зубами шла уже со скоростью 150 км в час. Знакомый еле успевал. За ними девушке было очень страшно. Вот они выехали за город на шоссе и стали ехать совсем быстро. И тогда из окна машины человека с синими зубами вылетела черная простыня и полетела к мотоциклу. Она стала его душить. Он стал с ней бороться, потерял управление, вылетел в сквет и разбился. А эту девушку никто больше не видел. А кто же видел все эти подробности? Спросил Матвенко. Люди видели. И что же, никто не запомнил номера машин? Ведь машины? Ведь не часто люди на танцы в машинах приезжают. Приставал к лютому капитану. Может, кто и запомнил, отвечал Люду. Только говорить не хотят. Неизвестно. Может, у этой летающей простыни братья и сестры есть. Наволочки и полотенца разные. Да, сказал Матвиенко. Если у нас так милиция рассуждает, то остальным гражданам сам Бог велел грожать от страха. А что, согласился Рахманин, я уже понемногу начинаю. А машина летела и летела среди потрясающей красоты весов и пейзажей. Люд твердой рукой обгонял рейсовые автобусы, грузовики и даже легкие жигули. Несмотря на их более мощный мотор и нахальных не уступающих водителей. Проехали Покровск, проползли через Владимир и вот уже на горизонте замаячило поместье интернат Кирекша. Не останавливаясь, поехали сразу к кладбищу. Еще издали заметили большое скопление людей, трубы, оркестр, подъехали ближе, вышли из машины и встали рядом, низко опустив головы. Все уже заканчивалось, слышались рыдания, несколько не очень трезвых молодых людей засыпали и ровняли могилы. Матвиенко сказал, что им здесь больше делать нечего и лучше ехать в интернат. Так они и сделали, но интернат был пуст. Дети опять были в поле, а старшие не вернулись с похорон. Вот что сказал Матвиенко Рахманин. Ты пока здесь оставайся, а мы съездим в хоровический музей. Можно я с вами? Спросил Рахманин. Нельзя, сказал Матвиенко, ты поработай здесь. И Рахманин понял, почему. Если бы они вместе уехали, им бы вместе пришлось возвращаться, вместе вести опрос свидетелей и в результате вся зеленгородская милиция на следующий день знала бы от милиционера Лютова, чем уже более месяца занимаются Матвиенко и Рахманин за государством еще. Какой ерундой. Рахманин сам должен был разобраться во всем. Он понял это и сказал «Хорошо, поезжайте, только не забудьте меня здесь, мне это место совсем не нравится». «Ладно, не кисни», сказал Матвиенко. «Хорошо, не буду», ответил Рахманин, хотя прекрасно понимал, что один уже недавно скис, но вовсю светило солнце и было совершенно не страшно. Рахманин стал прогуливаться около входа в учительскую, чтобы поговорить с кем-то из учителей. Однако дом был пуст. Ребята, наверное, продолжали работать в поле, а взрослые собрались где-нибудь на поминках. Дурацкая ситуация, подумал Рахманин. Люди сидят, пьют, беседуют, а ты приходишь и спрашиваешь, кто видел покойного в последний раз. А не было ли на его шее следов от удушья? Тебе говорят «Не было, он был здоров, как бык, вот справка о его смерти». Ты снова спрашиваешь «А вскрытие проводилось?» Тебе говорят «А по морде не хотите?» Время уходило и уходило. Никто из взрослых не появлялся. Рахманин поднялся в учительскую комнату в ту самую, в которой он спал в прошлый раз. Сел на диван, стал рассматривать документы. Ничего не было особенно интересного. Все, журналы, книги, выписки, решения, все было такое скучное, среднесиротское. Рахманин сам не заметил, как заснул, будто заколдован. Проснулся он весь мокрый и встревоженный от скрипа двери. Она медленно плыла в пространстве комнаты. Кто-то тихо входил. Рахманин напрягся на диване. Что-то происходит, что-то случается. Вот показалась белая рука, вот в комнату вошел похоронный костюм. В костюме был человек, Александр Павлович Молоко. Рахманин дико вскрикнул, заметался по комнате, потом вскочил на подоконник и сиганул вниз. «Не возьмете!» Он недолго пытался в кустах, под окном бежал. Во время бега жить не так страшно. Ему казалось, что этот страшный человек в костюме бросится и подплывет по воздуху за ним, схватит его своими страшными малоподвижными белыми руками и так далее. Что будет тогда, Рахманин не знал, но и не очень стремился узнать. Он пробежал мимо хозяйственных построек во дворе и выскочил на главную аллею. Как раз появилась милицейская машина с любимым литым и спокойным Матвиенко. Они остановились около Виктора. «Ну что, как дела?» спросил Матвиенко. «Все в порядке?» «Более чем», ответил запыхавшийся Рахманин. «Ты провел вопрос свидетелей?» «Да, да», отвечал Рахманин, «конечно». «Самого покойного чуть не допросил. Да нервы сдали. Поехали отсюда». Матвиенко очень хотелось узнать подробности, но приютом он не стал. Машина двигалась в сторону Москвы по чудесным российским пейзажам мимо дубовых рощ, грибных перелесков, широких рек из-за росших речушек порою над огромным песчаным карьером, порою чистым придорожным лесом, а позади поднималось облако на полнеба. Оно чернело, наливалось грозой, облако это было Александра Павловича молоко. Анатолий Петрович спросил Рахманин, «На кого это облако похоже?» Матвиенко обернулся и посмотрел. «На колотушку для картошки?» Больше почти до самой Москвы они не разговаривали. Где-то, когда уже ехали по Москве, Литвик порадовал их еще одной историей. «Чего только не бывает на свете. Вот у нас под термезом одна змея влюбилась в военного». «Где это у вас под термезом?» перебил Матвенко. «Ты же у нас из Винницы. Под термезом где я служил? Хотите расскажу?» «Давай, рассказывай», велел Матвенко. Был у нас один новичок из Кемерово. Все время в карауле стоял больше всех. «Что ли любил стоять?» спросил капитан. «Бог его знает. То ли любил стоять, то ли не спорил, когда его в карауле вставили, а может то и другое. Только как не пройдешь мимо, а он на посту с карабином столбом стоит и вот у него змея влюбилась. Маленькая такая гюрза. Она все время на него смотрела, а однажды скользнула ему на плечи и шею объела. Он испугался, стал ее сдергивать, она его ужалила. «Пошли на пост его менять, а он же мертвый». «Ну и что?» сказал полудохлый Рахманин. «Может, солнечный удар был у него?» «Да», возразил Лютый, «полгода не ударяла в самую жару, а тут осенью ударила. А может, его скорпион укусил?» «А то наши врачи не знают, кто его укусил», возражал упрямый Лютый. «Змея его укусила, змея?» «Ладно», вмешался Матвенко, «А может, он на нее наступил? Откуда вы взяли, что она влюбилась?» «Да оттуда и взяли, что мы эту змею сто раз видели». «Ничего себе, это где?» Она у него на могиле поселилась, там и раз сразу в камне. Нельзя сказать, чтобы эта лавстори обрадовала Рахманина, у него все время перед глазами стояла такая картина. Маленькое солдатское кладбище, все в камнях и скалах. Вередовая солдатская бетонная могила и на ней маленькая мультипликационная змейка с холодными бриллиантами вместо, бриллиантиками вместо глаз. Круг сужается, вернее, круг расширяется. Как только Рахманин приехал в Москву и вошел в квартиру, раздался телефонный звонок. Какой-то дохленький, но междугородный. Звонили из страшка. Виктор долго выяснял, кто звонит, действительно ли дядя Мирон Бирюков или какие-нибудь синие уши. Звонил в самом деле дядя Мирон. Он сказал, что Александра Серафимовна померла. Ее похоронили и что для Рахманина есть старинушка. И приглашал приехать. Спасибо, дядя Мирон, может быть, я у вас появлюсь. Уже много лет подряд Рахманин с одним приятелем дружили с Александрой Серафимовной и они приезжали в торжок на машине раза два в год. Привозили консервы, гречку, стиральный порошок, всякие там ведра, обои, все, что просила их тетя Серафимовна. А она взамен собирала для них у старух по улице старые вещи, фотоальбомы, пластинки, старые шкатулки. Конечно, за плату. Постепенно у Рахманин товарища тоже Виктора собралась целая коллекция. Рахманин решил ехать. Надо было удрать из этой сужающейся Москвы с ее черными трамваями и протисающим молоком. Он позвонил автоприятелю, тот был не готов к старому старту. Тогда Рахманин, предупредив Матвенко, выехал один. В торжок он приехал рано утром весь жеванный и мятый. Рахманин не стал ждать автобуса и пошел пешком через весь город в старую купеческую его часть. Начиналась осень и в воздухе висела влага. Молчаливые и плохо одетые люди проходили мимо него торопливыми шагами. На каждой остановке стояла маленькая толпа. Как ни странно, в Москве люди больше любят ходить пешком. Для москвича пробежать пару-тройку остановок не труд, а удовольствие. В маленьких городах наоборот человек полчаса упорно будет стоять на остановке, чтобы потом в крайне упакованном виде ехать две с половиной минуты до какого-нибудь шестого микрорайона или газового комбината волокнистой пленки. Потянулись навстречу старые купеческие дома. Один высокий дом в конце улицы был огорожен новым забором из старых досок. И как-то странно он колебался в воздухе. Подойдя ближе, Рахманин заметил, что дома уже нет. Он в развалинах околеблется слабый призрак. Этого дома тень его. Ничего себе новости. Он остановил прохожего, который в отличие от других не бежал с большой скоростью, а вел куда-то собаку. Скажите, что с этим домом? С этим домом? А ничего, взорвали дураки. Кино будут строить. Почему же дураки? Кино ведь хорошо. Потому дураки, что через два квартала уже есть кино. А дома-то еще стоять бы и стоять. А что это над домом такое? Спросил Виктор. Прохожий с удивлением посмотрел на него. Колышется? Объяснил Рахманин. Сам ты колышешься. Буркнул про себя прохожий и перешел на другую сторону улицы со своей собакой. Что-то со мной неладно, подумал Рахманин. Дядя Мирон, оказывается, давно не спал. Он обрадовался Рахманину, поставил чайник, достал три сорта варенья, хлеб, масло. Александра Серафимовна, тебя не дождалась. Она много чего насобирала у старушек. Вот смотри, тебе отложено. Дядя Мирон сказал Рахманину. Я же ей ничего не привез, что вы заказывали. Дядя Мирон. У нас все есть. Ты приехал, уже и хорошо. Виктор с удовольствием стал рассматривать улов. В этот раз Александра Серафимовна постаралась. Целый угол был завален старинными вещами. Одна вещь была лучше другой, чего стоил один роскошный кожаный альбом с желто-коричневыми фотографиями. Вся история купеческой семьи была изложена в нем, как в учебнике. Крепкий, жесткий старик с был лавочными глазами в тройке и пожилая властная женщина с поджатыми губами в платье до земли. Основатели династии и фамилия и имена у них были очень купеческие. Мария Васильевна и Петр Димальфеевич Расторгуевы. Потом шли взрослые дети, опирающиеся на тумбочки разных конфигураций. Потом уже их дети со своими женами и детьми уже снятые на улице. А потом уже их дети в гимназических фуражках или в дорогих тройках с некоторой интеллигентностью и высокомерием на лицах. Очень понравилась Рахманину шкатулка из толстого граненого стекла обрамленного металлом. Ее почистить цены ей нет. Были еще две лампады синего цвета очень тонкой работой в безумной грязи и сале. Но больше всего поразил Рахманина какой-то старинный то ли знак, то ли вензель, то ли орден очень и очень аккуратной работы. Никогда раньше он не видел ничего похожего. Это изделие напоминало или старинный герб иностранного дворянского рода или герб страховой компании или товарный знак компании. Торгующий научными приборами. Потому что основу его составляла лента Мебиуса. Эта вещь так понравилась Рахманину, что он решил, что все остальное и альбомы, шкатулку и лампады отдаст автодругу, только бы знак остался у него. В знаке совершенно четко проступал какой-то смысл, были заложены определенные пропорции связи. Что это, дядя Мирон? Спросил Рахманин. Должно знак какой-то. Тетя Саша его принесла от одной бабушки как раз прежде, чем помереть. А что за бабушка? Откуда? Как фамилия? Я и не помню уже ее дом позади школы, который заключен заколоченными окнами. Окна сейчас заколотили, потому что бабушка умерла? Нет, они всегда заколочены были, а бабка вроде и не умирала вовсе. А че уже она тут такую красивую вещь отдала? Может и не отдала, может тетя Саша сменяла ее на что полезное. Потом в нашем возрасте вещи уже и не очень нужны. Чай, к примеру, полезнее, а чая лекарственного в городе нет. Он помолчал, потом продолжил как всегда медленно. Об этой бабке странное говорят, будто она видит то, что не положено. Рахманин вспомнил призрак дома над домом в утреннем свете и подумал, совсем как я. Он вцепился в дядю Мирона. Чего же она такое видит, дядя Мирон? Знаю, что люди говорят, но ведь люди про что-то говорят. Может, она клады под землей видит, может, в голове у него телевизор на 8 программ. Это у тебя в голове телевизор на 8 программ, рассерывался дядя Мирон. А в нашем возрасте все по-другому. Если человек что-то видит, что не положено, значит, у него видение. Этот ответ дяди Мирона ничего не прояснил с другой стороны и как бы дискуссию закончил. Спрашивать дальше было уже, пожалуй, и не тактично. Крахманин решил попытать дядю Мирона на предмет красной руки. Дядя Мирон, а вот не случалось у вас в городе чего-нибудь жутко необычного? Чего же такого необычного? Красная рука к вам, например, не прилетала или гроб на колесиках не приезжал? Не слышал ничего, отрапил дядя Мирон, а белые перчатки не появлялись. Какие такие белые перчатки? Они по ночам прилетают и играют на пианино. Зачем? А бог его знает, зачем прилетят, например, в клуб в фабрике ночью и играют там до утра Баха или Шуберта или Бетховена там. Не слыхал я про это перчатки. Сказал дядя Мирон, а вот про обезьяну из пианино суме и шел. Расскажи, дядя Мирон. Пока дядя Мирон собирал мысли для рассказа, Рахманин задумался, а действительно, что же на самом деле играют эти перчатки? Могут же они исполнять кирпичики или ах, Одесса жемчужинного моря. При случае надо обязательно позвонить в Покровск. Тем временем дядя Мирон начал. Это бывалошная история. Одни люди из купцов хотели купить пианино и старый мастер сказал им, любой инструмент покупайте, только не покупайте с красным пятном. Пошли они в магазин, а там таких только пианинов и нет. И черные, и белые, и красные, и только все дорогие. Одно пианино стоит черное с красным пятном и совсем недорогое. Где же это вы в Трошке такой магазин видели? спросил Рахманин, чтобы в нем любые пианино были. Я ж тебе сказал, милый человек, это история бывалошная, ответил дядя Мирон. А в бывалошное время в Трошке все было. Были даже такие пианины, что сами по себе играли без людей и электрические. Извини, дядя Мирон, и что дальше было? Дальше принесли они это пианино домой, поставили в угол и стали красное пятно тереть. Трут они его, трут, а оно все краснее и краснее становится. И вот вдруг крышка открывается, выходит из пианино обезьяна, задницу себе лапами закрывает и говорит, всю задницу мне натерли. Рахманин неуверенно рассмеялся, чтобы не огорчать дядю Мирона, а тот вдохновился и предложил еще один рассказ. Ты про винт в полу когда-нибудь слышал? Нет, ответил Рахманин, расскажите, пожалуйста. Ладно, слушай, одна старая женщина, когда помирала, сказала своей дочери, ты что хочешь делай, только винт в полу не трогай, а то будет большая беда и умерла. А девочка все время об этом тот винт спотыкалась, однажды она взяла газовый ключ и гайки и гайку отвинтила, как раз была полночь, только часы пробили и вдруг ты слушаешь? Рахманин уперся взглядом в окно и замер за окном, поглядывая в разные стороны, пролетел большой желтый стеклянный глаз размером с крупную тыкву. Рахманин встряхнул с себя видение, да, конечно и что? И вдруг в дверь к дочери постучали, одна в гляделочку то посмотрела и видит за дверью стоит женщина с нижнего этажа вся в крови и в руках люстру держит. Рахманин подошел к окну и увидел, как этот глаз тыква улетал вдаль над улицей над прохожими над редкими машинами покачиваясь и посматривая по сторонам и как он скрылся в дымке над рекой и над мостом и никто не обратил на него ни малейшего внимания. Ну и как история? спросил дядя Мирон веселая? Куда уж там? ответил Рахманин смерть да и только. Потом он сказал дядя Мирон я по городу пройдусь билет куплю на Москву может чего принести к обеду надо? Чего там к обеду? Суп у меня есть из колбасы ничего не надо хлеба купишь и ладно. А пол литра дядя Мирон если деньги есть от чего не купить купи Виктор Николаевич старым стал дядя Мирон а выпивку уважал по прежнему Рахманин зашел в маленькую ванну и стал с мылом отмывать загадочный знак старой зубной щеткой знак с каждой минутой проявлялся как хорошая цветная фотография он оказался многое малевом тонкой почти невозможной работы на нем были написаны какие-то формулы и отлиты что-то означающее фигуры как на средневековых гербах рука с мечом перерубающая цепь змея с красными глазами цветные цветы и многое другое вещь была очень красивая просто музейная Виктор сунул знак во внутренний карман и вышел на улицу и обалдел прямо над улицей по воздуху плыла 5-метровая кобра она извивалась смотрела в разные стороны и беззвучно планировала примерно в 5 метрах над мостовой и никто не обращал о ней ни малейшего внимания я наверное рехнулся решил Рахманин галлюцинации плавают все вокруг было как обычно влажный осенний день скачут школьники малыши возвращающиеся после занятий идет лошадь с телегой полной пустых ящиков грохочут редкие машины Рахманин подошел к дому призраку интересно стоит ли стоит ли он на месте или тоже улетел вдаль улицы дом стоял на месте более того если утром он был колышущийся сомнительный то есть сейчас стоял яркий цветной как нарисованный на целлофане очень он напоминал фазу мультипликационного фильма не хватало только раскрашенных залитых жильцов на какое-то время Рахманин почувствовал себя то ли рентгенологом то ли рентгеновским аппаратом он осмотрел наличники крышу балкон с чугунной решеткой и вдруг заметил на стене второго этажа темный квадрат то ли маленький сейф вделанный в стену то ли жестяную коробку от конфет да это же клад он понял если эта часть стены рухнула после взрыва еще не вывезена клад можно отыскать но он понял и другое если этот дар видеть сквозь стены у него всерьез и надолго то есть еще более ценный клад то это есть еще более ценный клад правда он не знал еще нужна ли ему это вновь обретенная способность как не знал бы сельский житель средней полосы СССР нужна ли ему способность понимать теорию Эйнштейна следующим зданием на улице была почта в ней Междугородка в Междугородке написаны коды всех мелких городов соседних областей в том числе код города Покровска но сначала Рахманин позвонил Матвиенко как дела Анатолий Петрович все жилы все никто не скисал ничто не скисало а как у тебя дела я тоже пока еще не скис но на грани смотри не скисай там попросил Матвиенко а то практику не зачту бог зачтет Анатолий Петрович посмотрите нет ли там в моих отчетах телефона комиссионки Покровска как нет есть конечно сейчас я тебе расскажу а зачем тебе хочу одну деталь уточнить давай студент уточняй возвращайся без тебя здесь скучно стало никаких новостей зато здесь у меня никакой скуки ответил Рахманин одни новости Рахманин сразу позвонил в Покровск здравствуйте Светлана Ильинична не пугайтесь это из милиции я Рахманин я у вас был ничего себе не пугайтесь сказала директриса я милиции это больше всего и боюсь больше всего больше пианино фирмы Блютнер с белыми перчатками нет этих перчаток я все таки больше опасаюсь ага вспомнили так вот скажите мне что эти перчатки по ночам играли какую музыку я говорила вам какую-то черную что значит черную переспросил Рахманин бог его знает только брошица сказала что черные лучи шли во все стороны а потом эти перчатки выскочили и отлупили ее как следует как отлупили как в боксе нет они просто столкнули ее с лестницы она так упала вниз до утра спасибо Светлана Ильинична красная рука вас больше не появлялась слава богу не было до свидания всего хорошего какие-то странные мысли зашевелились в мозгу Рахманина ему показалось он понял что эти фантомы призраки сгустки и народной материи не очень охотно контактируют с людьми и вовсе не хотят их доставать вроде бы ему ясно сказали что эти перчатки избили уборщицу ее даже с лестницы сбросили до утра а он вдруг делает вывод совершенно противоположный я почти твердо уверен в этом думал Рахманин но почему у Рахманина была одна черта именно она привела его в юристы иногда он заранее твердо знал как будут развиваться события он не мог объяснить почему он это знает но почти всегда оказывался прав сейчас он попробовал понять откуда взялось его решение что эти монстры не хотят а может быть просто не могут обижать людей он представил себе картину ночь пустое здание странные белые перчатки играет на пианино белые значит любят чистоту играет не на бильярде не в домино не в карты а на пианино чтобы играть на пианино даже черными лучами учиться надо играют эти интеллигентные перчатки а тут стражиха тетя Поля или там тетя Клуша подходит и скрипя всеми досками старого дома в замочную скважину подглядывает неизвестно еще что это тетя в руки нет а вдруг милицию позовет с пистолетами другие перчатки могли тетю Полю запросто придушить бутылкой по голове стукнуть и слинять а эти всего-навсего ее с лестницы спустили еще это тетя Пороскева и дальше по ночам работала правда без пол-литра не соглашалась но с пол-литра это запросто не иначе как она с этими перчатками помирилась а то и подружилась вовсе сидела себе и балдела музыку слушала торчала то есть вот бы с Пороскевой поговорить но дальше события развивались так что стало не до Пороскевой как только Рахманин вышел на улицу он едва не врезался в черную постыню спокойно двигавшуюся по тротуару как пиратский парус слава богу что у него была профессиональная реакция он не остановился не отпыгнул в сторону а наоборот попер на простыню как извозчик на буфет будто он ее не видел ни в коем случае нельзя было подавать вида что он ее видит тогда бы она поняла что замечено ему неизвестно что бы она после этого предприняла простыня проскользнула мимо его лица как молочная пенка при наливании молока в чашку как тень от ветки дерева не оставив ни малейшего ощущения прикосновения и пофлонировала дальше по улице рахманин пошел за ней она двигалась в том же направлении что глаз и кобра двигалась не спеша обходя обтекая прохожих иногда на сотую долю секунды задерживаясь у больших витрин стекол странно она была черная но солнечные лучи проходили сквозь нее свободно тени она не отбрасывала дальше простыня резко повернула в глуховатый перелок на лево если бы рахманин последовал за ней сразу бы стало ясно что он за ней следит поэтому рахманин прошел перекресток чтобы купить сигареты жвачки в газетном киоске потом он долго курил в глуховатом переулке сидя на поваленном дереве и ждал он был уверен что кто-либо из этой цветной организации опять проследует в ту же сторону и точно по переулку шла девушка нет стеклянная кукла в человеческий рост не шла а парила над асфальтом словно ее несло воздушным течением проплывая мимо рахманина она все время поворачивалась к нему лицом и в конце концов вышло так что дальше она уже плыла спиной вперед но рахманин даже четвертью глаза не повел в ее сторону мало ли кого только не заносит порой в наши русские музейные города пройдя следом за куклой метров пятьсот по переулку рахманин снова остановился покурить дальше его повели огромные зеленые пальцы летевшие вместе как спаянные но не связанные большой зеленой ладони они вплотную подвели рахманина к красному фабричному зданию дореволюционной постройки скорее всего это был гвоздевой или замковый завод замковый завод или молотковая фабрика он весь был обнесен старым кривоногим забором со старой кривоногой колючей проволокой пальцы залетели за спину здания и скрылись где-то в высоких пыльных кустах в середине того же кривоногого забора забор был обложен глухой крапивой и репьем в одном месте через крапиву шла твердая вся перекрученная тропинка рахманин пошел по ней и сразу оказался у роскошной полутораметровой дыры в заборе дальше он видел глухую огромную стену с одной единственной полузаваленной дверью наверное это был вход в котельную тяжелая железная дверь была прикрыта до половины кустами пустырника рахманин не собирался туда заглядывать но вдруг услышал шум позади себя на тропе шла группа людей а если это не молотковый завод а секретный почтовый ящик подумал рахманин а если здесь производят не кувалды а штыки для армии меня же арестуют к чертовой матери сдадут в милицию он шагнул к двери в подвал и почти прижавшись к тене стал спускаться по лестнице вниз получилось так что последний в подвале оказалась его голова когда он чуть-чуть привык к подвальному полумраку его охватил ужас подвал напоминал слегка подсвеченный аквариум в котором плавали ужас караул и надо было бы бежать оттуда к чертовой матери без оглядки а рахманин почему-то сделал наоборот он деловито пошел вдоль трубы по стене осматривая и шатая заржавленные в вентиле а все фигуры в подвале наоборот вдруг замерли и стеклянная кукла и девушка с красным пятном и большая обезьяна с бритвой и черная простыня и желтый глаз и пятиметровая кобра и многие-многие другие дойдя до старого угольного котла которым не работал уже больше тысячи лет рахманин деловито бросил туда несколько лопат угля и пошел к выходу на всякий случай взяв лопату с собой у самого выхода он случайно наткнулся головой в какого-то не успевшего обскользнуть его монстра и почувствовал упругое и твердое сопротивление монстр очевидно задержался на пути Виктора не случайно не случайно затвердел на тысячную долю секунды он что-то хотел то ли узнать то ли показать рахманину и рахманин понял что есть очень большая сила в этом бредовом сгустке материи но сделал вид что ничего не понял он брезгливо замахал руками как человек в лесу случайно налетевший на большое полотно паутины что-то пробручал сердито типа запустили помещение вас бы самих сюда черти и снова присев и упершись носом в дверь выскользнул из подвала на свет божий путь за колючую проволоку был открыт и рахманин с облегчением пули вылетел с территории фабрики как сельский мужик случайно забежавший в дамский туалет на вокзале с волосами стоявшими дыбом шагал он на улицу дяди Мирона а над ним в 20 метрах над землей чуть-чуть сзади и летела черная простыня она была над ним пока он стоял в винном отделе пока покупал хлеб пока ехал в автобусе на вокзал за билетом и никто во всем городе кроме Рахманина ее не видел а он делал буквально все чтобы ее совсем не замечать Рахманин понял что он на крючке что он под колпаком а вернее под простыней у всей этой относительно честной компании относительно честной компании и что вечером надо ждать гостей и опять что-то подсказывало Рахманину что это не смертельно опасно Рахманин все время прокручивал в голове картину которую сфотографировала его подкорка в подвале что это было бал привидений сговор чудовищ музей призраков или его собственный бред может быть это был коллективный поход в театр или исполнялся какой-то особый концерт для белых перчаток с оркестром в самом конце зала он заметил что-то похожее на сцену в сельском клубе какой-то помост и на нем кажется извивалась и текла лента Мебиуса и кажется с нее стекала в зал какая-то информация ленте определенно была какая-то масса весь зал замер мгновенно с появлением Рахманина лента еще 2 или 3 секунды двигалась меняя цвет интересно думал Рахманин почему я стал их замечать и самое странное почему я почти перестал их бояться и тут он вздрогнул прямо перед ним на первом сидении автобуса сидел зеленый контур человека когда у людей треской перемены позы и идут круги перед глазами иногда они бывают такого непрозрачно зеленого цвета у человека за которым следят агенты ЦРУ или КГБ или другой государственной разведки порой возникает желание подойти к агенту и сказать здравствуйте я Петров давайте познакомимся Рахманину тоже захотелось подойти к контуру и сказать что-либо подобное здравствуйте ну как дела все зеленее но никто к агентам ЦРУ почему-то не подходит и ни о чем их никогда не спрашивает не стал этого делать и Рахманин а на остановке он молча прошел через зеленого человека как проходят люди через луч света в темном царстве или в автоматах метро личное знакомство дядя Мирон спросил Рахманин у хозяина за обедом у тебя нервы крепкие нет ответил дядя Мирон у меня нервы никуда а с виду ты такой спокойный это с виду я как чего нервное вспомню целую ночь потом не сплю в печке гудел огонь начинались сумерки Рахманин и дядя Мирон не спешливо ели за обеденным столом в комнате и вот началось вдруг Рахманин увидел в окне большой зеленый череп размером с двухпудовую картофелину череп подлетел вплотную к стеклу заглянул глазницами в комнату покачал головой и резко взмыл в высоту Рахманин понял сейчас дядя Мирон выпей еще стопку а ты чего же не пьешь я же не пьющий хорошо это согласился дядя Мирон сколько я через нее бед в жизни получил и несправедливости а уж денег потратил вот сейчас не надо бы пить утром плохо будет так ведь тянет выпить-то ходься дядя Мирон выпил за окном появилась черная рука в этот раз она не просто летела в горизонтальном положении она пыталась пальцами открыть форточку у нее это не получилось она улетела вверх несмотря на самоуспокоение Рахманину становилось жутковато он втянул голову в плечи что-то холодно дядя Мирон он намотал на шею шарф чего там холодно жарко прошла минута еще одна дверца печки отворилась и из нее в комнату влетела уже не черная красная рука она была раскаленной теперь ее заметил дядя Мирон он захлебнул со словами он показал Рахманину жестом то что Виктор давно уже видел как ни странно Рахманин подумал про себя в эту секунду хорошо что у меня шарф не синтетика рука медленно светясь стала облетать комнату казалось что она чего-то ищет она все ближе подлетала к Рахманину и в этот раз он не мог делать вид что ее не замечает мало того что она светилась сама она еще освещала своим светом комнату Рахманин сидел в ужасе понимал что приходит конец он уже решил нагнуться и схватить кочергу для самообороны хотя было абсолютно ясно его битва обречена на поражение и тут он заметил что рука пролетая над столом даже ни капельки не обуглила лежащую на нем газету да она не такая уж раскаленная когда рука приблизилась к его лицу Рахманин закрыл глаза и замер он почувствовал шевеление воздуха у лица сквозь закрытые веки увидел свет но ожидаемого жара не было как не было и прикосновения пальцев к шее Рахманин слышал как прохрипел что-то дядя Мирон и стукнула дверца печки потом все стихло он открыл глаза в комнате все было по-прежнему никаких следов пожара или огня со стула почти до пола свисал дядя Мирон он был без сознания Рахманин кинулся к нему стал приводить его в чувства дядя Мирон стонал и долго не мог ничего осознать на горле у него были видны явные следы ожогов Рахманин вызвал не отложку по телефону а сам решил уходить не хватало ему только давать объяснения врачам о красной руке и о черепе за окном дядя Мирон как ты себя чувствуешь ничего жив пока горло не болит вроде нет как бы отпустило руки у него тряслись по щекам текли слезы дядя Мирон есть у тебя родственники в городе есть племянник Володя с женой могут они за тобой поухаживать могут чего с ними сделается особенно Володя он меня любит шибко и гостить у меня любит они с женой неладно живут телефон у племянника был только рабочий но жил он недалеко Рахманин и решил к нему зайти по дороге на вокзал до свидания дядя Мирон не рассказывай особо о том что мы с тобой здесь видели а чего мы здесь видели сказал старик ничего и не видели на одной рукой он все таки прикрывал горло а другой пытался закрыть дверцу печки на задвижку спасибо тебе за все если что будет не так звони мы к тебе с Виктором сразу на машине приедем жалко что Александра Северфимана уже нет жалко согласился дядя Мирон она тебе ошибка любила все говорила что там москвич долго не едет Виктор взял свой чемоданчик портфель взял из кучи перед печкой старый журнал человек и закон и вышел в небе за ним никто не следовал до отхода поезда было два часа город погружался в темноту Виктор быстро нашел дом племянника передал Володе что дядя Мирон заболел и пошел на почту он упаковал журнал человек и закон в плотную бумагу вложил туда герб знак символ и отправил в Москву на свою фамилию до востребования он хотел узнать секрет своего монстровидения если это герб притягивает к нему чудовищ пусть он останется до лучших времен на московском почтамке а если дело не в нем Рахманин всегда сможет его получить и будет держать дома как ценную реликвию история заканчивалась по крайней мере заканчивался первый раунд последний подарок преподнес Рахманину железнодорожник с которым они ехали в первом вагоне они долго беседовали о газетах о событиях и Рахманин как всегда свел разговор к невероятным историям рассказал о красном пятне в Покровске тогда железнодорожник под секретом поедал Рахманину свою историю мы однажды ехали по Ярославской ветке все как положено вдруг напарник показывает мне на лобовом стекле какая-то пленка появилась будто капля нефти попала и вся растекается она все больше и больше проявлялась и разные цвета проступали как цветон телевизор похоже стали черные цвета выступать и другие в общем получился такой плакат лицо женщины и руки вперед мол стойте женщина просто молит молит мы с напарником стали тормозить сильнее сильнее и что же получилось получилось что мы правильно сделали смотрим дети по путям идут мы загудели что было сил они не испугались и с рейсов спрыгнули перед самыми колесами мы снова ход набрали смотрим а женщины на стекле то нет антракт лет на 8 матвенко сам приехал к рахманину давай рассказывай рахманин рассказал ему все начиная с дома призрака в торшке и кончая женщиной на стекле и зеленым человеком в автобусе я понял никого они не убивали их жертвы умирали сами от страха я тоже так решил сказал матвенко и очень за тебя боялся только на то и надеялся что ты не испугливых редко я встречал таких выдержанных людей я и был на грань нервы обострились до безумия но почему рука дядю Мирона обожгла не обжигала она его возразил рахманин тут дело вот в чем я когда-то читал что у многих людей невероятная сила воображения в средние века пытали одного человека он был привязан к столу палач показал ему раскаленный железный пруд а к ноге приложил другой совершенно холодный так вот от прикосновения вздулся вал бы как при ожоге я читал об этом сказал матвенко так и дядя Мирон он был уверен что рука раскалена и что пальцы раскалены вот и проступили у него пальцы отжогом а у меня ничего нет он распахнул рубашку на груди а видеть эти сгустки материи я начал от невероятной взвинченности нервы были напряжены до предела а может этот герб имеет какую-то силу а может и то и это в общем если захочешь все замечать начнешь или с ума сойдешь добавил матвиенко верно согласился Рахманин так что я решил в этот мир больше пока не заглядывать может быть лет через 8-10 а эту штуку он показал матвиенко квитанцию на герб символ я положу в сейф пусть полежит пока приходи ко мне работать после УЗА а попросил капитан Анатолий Петрович может быть скорее всего ответил Рахманин все надо было расставаться когда они подошли к остановке трамвая матвиенко спросил забираясь в вагон слушай зеленый человек которого ты иногда видишь он с тросточкой или нет вы с у у с у Продолжение следует...